Профессор Лонге оказался пожилым сухопарым человеком с седыми редкими волосами. Он был одет в слишком свободный сиреневый свитер лакост и клетчатые брюки того же оттенка. Он с суровым видом стоял за письменным столом. — Что это еще за история? — вскричал он при виде дага, возникшего в дверном проеме. Голос у него был сильный и громкий, и никак не соответствовал хрупкому телосложению. — Там не было пепельницы. — Что? — Я не про пепельницу. Что за дурацкая шутка с королем Дагобером? — Леруа Дагобер. Вот именно. Вы что, больной? Делать мне нечего, только с шутниками общаться. — Это мое имя, месье. — Дагобер. Леруа. Лонге удивленно уставился на него. — А-а-а, это ваше имя? Ну тогда ладно. И дальше что? Что еще за история с убийством? Можете мне объяснить? — Все не так просто. Я могу сесть. — Если вам угодно, — бросил Лонге, явно измученный, прежде чем в свою очередь тоже опуститься на стул. — Только я прошу вас покороче. Я только сегодня утром вернулся из поездки. У меня куча дел на рассмотрении. Я и так не успеваю, — добавил он, нервно барабаня пальцами по стопке папок. — Я сожалею, что мне приходится злоупотреблять вашим временем. — Господин Лонге, вы руководили санитарной службой в Сент-Мари в 70-е годы? — Профессор Лонге, если вас не затруднит. — Да, руководил. — И если я правильно понял, профессор, вы эмигрировали в Гваделупу в декабре 1976 года. Мои родители имели французское гражданство. Я попросил подданства и приехал сюда. — А что, какие-то проблемы? В октябре 1976 года молодая белая женщина Лоран Дюма Мальвуа была найдена повешенной в городе Вьефор, профессор. — Вполне возможно. И что? Полиция возобновляет следствие? — Совершенно верно, профессор. Похоже, там было не самоубийство, а самое настоящее убийство. — Мне очень жаль эту несчастную, но я в самом деле не понимаю, при чем здесь я. — Вы могли бы мне рассказать о документе, который вы тогда получили? В нем ставился под сомнение отчет о вскрытии, проведенном доктором Джонсом. — Вы ведь помните Джонса, вашего небезызвестного собрата и армейского приятеля? Бумага была подписана Луисом Родригесом. Лонге молчал. Лицо осунулось буквально на глазах. С преувеличенным вниманием он разглядывал свои руки, покрытые темными пятнами. Потом он поднял голову, и его серые глаза посмотрели прямо в глаза Дага. — Я так и знал, что эта история когда-нибудь выплывет наружу. Я только хотел поддержать Джонса, но я не должен был так поступать. — Что в точности произошло, профессор? — Джонс пришел к слишком поспешному выводу о самоубийстве. Родригес опротестовал его заключение. По его мнению, следы на шее женщины соответствовали следам удушения руками. Они тогда поругались. Родригес направил мне официальное письмо, изобличающее поведение своего шефа. — Джонс мне позвонил. Девица была алкоголичкой и проституткой. В случившемся он не видел ничего необычного. Родригес был большим сумасбродом. Я выбросил заключение Родригеса и подписал приказ о его назначении в Бастер в рамках сотрудничества с местными властями. Вот и все. — А отчет Родригеса был составлен надлежащим образом? — Ну, я не специалист в судебной медицине, впрочем, как и Джонс. И потом, если учесть семейное положение, Лоран по-прежнему оставалась законной супругой уважаемого господина Мальвуа. Не было никакого резона затевать скандал, не правда ли, профессор? Лонге бросил на него не слишком приветливый взгляд. Я этого не говорил. — Кстати, вы мне не показали свой жетон. — Какой жетон? — То есть как какой жетон? Жетон офицера полиции. У полицейских ведь имеются жетоны, не так ли? — Да. — И что? — Что-что? Лонге угрожающе поднялся из-за стола. Я не понимаю, что за шутки? Дак, в свою очередь, поднялся тоже. Я тоже не понимаю, профессор. Вы просите меня показать жетон офицера полиции. Я нахожу это странным. — Но почему? — Потому что вам, профессор, должно быть известно, что для того, чтобы иметь жетон офицера полиции, следует быть офицером полиции. Еще раз благодарю вас за беседу, профессор, и до скорого. — Но вы же сказали секретарше. Должно быть, она плохо поняла. Всего хорошего. — Ах ты, ублюдок! Лонге выскочил из-за стола и успел добежать до двери как раз в тот момент, когда Дак захлопнул ее перед его носом. Пока тот ее открывал, Дак уже несся по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. — Остановите его! Это проходимец! — заорал Лонге. Скатившись с лестницы, Дак возник перед растерянной секретаршей и бросился по направлению к двери. — Срочно! Звоните в скорую! У него сейчас будет сердечный приступ! — крикнул он ей, прежде чем как ураган вылететь наружу. Девица осталась стоять с открытым ртом. Затем обреченно втянула голову в плечи, дожидаясь головомойки от начальства. Дак свернул в первую же улицу направо и, улыбаясь, забежал в большой магазин. То, что ему удалось вывести Лонге из себя, хоть как-то компенсировало неудачу у старого Джонса. Какое-то время он прогуливался среди стеллажей, чуть было не соблазнился пестрыми шортами с изображением девиц в одних трусиках. Затем спокойно вышел и, слившись с оживленной толпой, отправился на улицу доктора Кабре. Итак, он вернулся на исходные позиции. Дальше идти некуда. Это тупик. Самым простым было бы предложить Шарлотте поместить коротенькое объявление. Молодая девушка ищет своего отца. Звонить по телефону. Дак не понимал, что он мог бы сделать еще. Он зашел в табачную лавку купить пачку сигарет, затем направился к телефонной будке, которая стояла прямо перед витриной туристического агентства, предлагавшего освежающие круизы на Шпицберген. Оттуда позвонил в контору. — Привет, Зоя. Передай, пожалуйста, трубку шефу. Спасибо. Ты плохо кончишь, Дак. Я тебе обещаю. Аминь. Какое-то время он слушал, как она неодобрительно пыхтит на том конце провода. Затем глухой голос Лестера наконец произнес. Алло. — Привет, Бигбосс. Твой любимый помощник направляется на Бастер. Бросил он на английском языке, который они в разговорах друг с другом использовали чаще всего. — А я думал, что ты в Сент-Мари. Ты что, заделался туроператором? — насмешливо спросил Лестер. — Еще бы. Я только и делаю, что таскаюсь с одного проклятого острова на другой. Я в тупике. Тот парень исчез. Он дематериализовался двадцать лет тому назад. И всем на это наплевать. Дак лаконично изложил события последних дней. Лестер вздохнул. Да уж, прямо скажем, не слишком обнадеживает. — Ты хочешь, чтобы я не могла бы. Я попросил Зоя взглянуть в Go to Hell. Порадуй меня. — Go to Hell — такое имя носил компьютер Макинтош, подключенный к интернету. Он царил на столе в кабинете начальника. Большой поклонник сети, Лестер мог играть часы напролет. К большому ущербу для своих телефонов-счетов. Дак, признавая полезность данного агрегата в конкретных случаях, все же предпочитал перемещаться в осязаемом пространстве трех измерений. Он внезапно подумал о Фрэнсисе Go, одном из скопов, с которым Лестер общался регулярно через все Антильские острова. Его «система взаимопомощи», как он это называл. Go был старшим инспектором бригады криминальной полиции. «Я попытаюсь связаться с Фрэнсисом Го в Гранбурге. Продиктуй мне его номер. Я забыл телефонную книжку, бросил он, извлекая из своего кармана разорванные конверты ручку. Когда ты заведешь мобильный телефон с памятью, как все нормальные люди? Когда ты прибавишь мне жалование, Лес, давай, диктуй номер. Кто знает, попробую еще с этого боку. И потом все, с меня довольна, возвращаюсь». Записав номер, который продиктовал ему Лестер, он повесил трубку. «Ладно, звоним Го и Ого». Его соединили с ним через несколько минут ожидания, а пока он вынужден был слушать чудовищного Вивальди, которого распиливали поперечной пилой. «Инспектор Го, слушаю. Здравствуйте. Я звоню вам от Лестера Макгрегора, я его помощник, Дак Леруа. Не могли бы вы уделить мне несколько минут?» «Я очень занят. Это срочно. Мне нужно закрыть одно дело. Я здесь, до завтра». Фрэнсис Го вздохнул. Дак услышал, как на том конце провода он быстро переворачивает страницы. «Так, ладно, приходите в полицейское управление ровно в семнадцать». Прежде чем Дак успел что-то ответить, он уже повесил трубку. Какой торопыга этот Го. Дак энергично прокладывал себе путь среди толпы, неспешно прогуливавшийся по бульвару Нуливос до автобусного вокзала. За окнами автобуса, который, подпрыгивая на ухабах, вез его в аэропорт, мелькали окрестности. Дак засунул руку в пакетик с печеньем, купленный у мальчишек в порту. До аэропорта было пятнадцать минут езды. Вполне достаточно, чтобы немного вздремнуть. И недостаточно, чтобы пружины проклятого сиденья успели проткнуть ему кожу. Смяв пустой пакетик, он устроился поудобнее и попытался заснуть. Фиат осторожно ехал прямо за автобусом, словно эскорт. Руки, лежавшие на руле, не казались не слишком сжатыми, не слишком расслабленными, просто терпеливыми. И когда шофер автобуса вынужден был остановиться, чтобы поменять колесо, Фиат пристроился на обочине метрах в ста позади и спокойно ждал, сверкая на солнце ярким красным пятном. Даг Стримглав влетел в холл аэровокзала. Из залопнувшей шины автобус опоздал на полчаса. В детективах и в кино такого никогда не бывает. Впрочем, в кино частные детективы разъезжали в шикарных автомобилях с откидным верхом под музыку Майлза Дэвиса. Майлз Дэвис — известный американский джазист. — Как раз для меня, — подумал Даг, — это научит не доверять традициям. Задыхаясь, он бросился к регистрационной стойке как раз в тот момент, когда служащий уже собирался встать. — Вы опоздали, месье, самолет только что взлетел. — Прекрасно. — Полагаю, что на сегодняшний вечер это единственный? — Совершенно верно. Следующий вылет завтра в 7 утра. — А корабль? — На Сент-Мари? — На него нужно садиться в Труа-Ривьер или в Пуэнто-Питр. — Превосходно. Я вас не побеспокою, если устроюсь тут на ночь на вашей стойке. — Вы всегда можете нанять авиатакси или яхту, — любезно предложила девушка. Дарт поблагодарил ее. В самом деле, это был выход. Тем более за счет Лестера. Полчаса спустя Даг уже сидел на передней лавке большой моторной лодки, которая, подскакивая на волнах, внеслась по бурному морю. Орошаемый со всех сторон водяной пылью, он сгорбился на своем сиденье, неотесанной деревянной скамье, и не видел большого моторного катера, который несся в том же направлении, в нескольких сотнях метров позади них. Когда через три четверти часа его лодка причалила в порту Гранбурга, Даг был мокрым с головы до ног. Вполне освежающая прогулка, и не надо никакого Шпицбергена. Он заплатил молчаливому рыбаку, который запер на замок свою посудину, и взглянул на часы. Шестнадцать десять. Предстояло убить еще три четверти часа. Кстати, насчет убить. Он забыл доложить Лестеру о нападении подручных в урта. Разговаривая сам с собой, он дошел до площади независимости, устроился на террасе кафе и заказал кружку пива, которую стал потягивать, не отводя взгляда от циферблата часов. Потекли минуты. Медленные, тягучие, томительные. Он заказал еще одну кружку, пачку местных сигарет без фильтра, сходил в туалет, понаблюдал за вереницей муравьев, которые куда-то волокли кусок сахара, почесал между ног, послушал, как группа юнцов ругалась из-за предстоящих петушиных боев, промокнул бумажной салфеткой затылок и, наконец, оказалось, что уже шестнадцать сорок пять. Даг поднялся и стал переходить улицу. Комиссариат располагался в одном из зданий напротив. Он как раз огибал старое разрушенное здание, когда кто-то коснулся его плеча. Он мгновенно обернулся, ну, если это очередная дурацкая шутка в урта, но это оказалась белая женщина, которую, как ему показалось, он узнал в аэропорту. Она улыбнулась ему. Здравствуйте! Бросила она ему по-французски с каким-то неуловимым акцентом. Привет! Мы знакомы? Ничего себе! Вы не физиономист? Мотель! Сегодня утром! За завтраком! Ну, конечно! Именно там он ее и видел. Но тем утром он видел ее другой. Очки, волосы собраны лентой на затылке. Он заставил себя улыбнуться. Ах да, простите меня, я такой рассеянный. Шестнадцать пятьдесят. Вы знаете, где улица Птитабим? Я первый раз в Грандбурге, и мне кажется, я заблудилась. Ах, черт! Вот пристало. Такие красивые голубые глаза, грудь, прямо скажем, немаленькая. Но сейчас, как это все не кстати! Он извинился, вообще-то это не здесь, но, к сожалению, я не могу вас проводить. У меня назначена встреча, и я уже опаздываю. Спросите вон у того полицейского. Он отвернулся, чтобы показать ей полицейского, который стоял на другой стороне улицы, возле парка. И в эту самую минуту увесистый футбольный мяч влетел ему прямо в лицо. Потеряв равновесие, он нечаянно толкнул женщину, и его локоть сильно ударился обо что-то твердое. Потирая сильно ноющий нос, на который в основном пришелся удар, он смутно удивился, что это такое она таскает в сумке. К нему подскочил мальчишка, стал извиняться. — Простите, месье, это не я. Это Боно. Он пуляет, как ненормальный. — Ничего. Мальчишка поднял мяч и убежал. Он повернулся к женщине. Она положила руку на сумку, висевшую у нее через плечо, и смотрела на него с вымоченной улыбкой. — Шестнадцать пятьдесят пять. Он уже опаздывает. — Простите, но мне действительно надо идти. Мерзкий ублюдок. Дак весьма удивленный посмотрел на нее. Зрачки ее были неподвижны. — Губы неестественно бледны. Может, наркоманка? — Вам плохо? — Вызови скорую, идиот. — Вызвать скорую помощь? Вы себя плохо чувствуете? — Я подыхаю, понял? — Мурир. — Да за персе, ясно. Ее голос дрожал. Дак отступил на шаг. Эта женщина просто сумасшедшая. Он присмотрелся к ней внимательнее и только тогда обратил внимание на пятно крови, которое расплывалось на ее майке на животе. Он отодвинулся еще немного и теперь заметил отверстие в сумке и выглядывающее оттуда дуло автоматического пистолета с глушителем. Он инстинктивно протянул руку и схватил сумку, вырвав ее у женщины, которая прижимала ее к животу. Она пошатнулась, прислонилась к стене. Дак с идиотским видом смотрел на нее, не выпуская из рук сумку. По узким брюкам уже начинала стекать струйка крови. Он пробормотал. — Я пойду за помощью, только не двигайтесь. Она медленно сползала по стене, оставляя на камнях след крови. — Не надо, все к черту. Дагу казалось, что все происходит в каком-то кошмарном сне. Эта женщина сидит, прислонившись к горячей стене, с пулей в животе. Он присел на корточке рядом. Что случилось? Она равнодушно посмотрела на него. Черты лица были искажены болью. — Умереть из-за такого каброн, как ты? Какое блядство! Переведя дыхание, она добавила, — А все твой дерьмовый локоть. Ты меня толкнул и пистолет выстрелил не туда, куда надо. — Так это меня вы хотели убить? Даг от неожиданности икнул. — Нет, — била Клинтона. — А ты как думаешь, ублюдок? — презрительно бросила она. — Убить? — Его? Почему? В уголке губ женщины появилась струйка крови. Как это все было нереально. Молодая, красивая женщина умирает здесь солнечным днем на тихой улочке в двух сотнях метров от копа, от мальчишек, играющих в мяч, а в сумке лежит пистолет? Даг положил ей руку на плечо. — Но почему? — Пять тысяч долларов, выгодная работенка. Эта мирная мать семейства была наемной убийцей. Он протер глаза. — Кто вам заплатил? — Профессиональная тайна. Она почти улыбалась. Даг возмутился. — Но это смешно. — Прощай, дерьмо собачье. Она прислонилась головой к стене. На губах была уже не тонкая струйка, а большие пузыри крови. — Подождите. Даг подложил ладонь под затылок женщины, наклонился к окровавленным губам, и он внимательно всмотрелся в ее лицо. Красивые голубые глаза казались уже остекленевшими. Ее колотил озноб, она внезапно схватила его руку, и он физически ощутил овладевший ею страх. Он тоже, в свою очередь, сжал ее руку и прошептал «Потерпите, сейчас пошел ты!» выплюнула женщины вместе с большим кровавым пузырем. «Насрать мне на тебя и вообще на все!» попыталась она выкрикнуть, но кровь душила ее. Она дышала часто и прерывисто, глаза вылезли из орбиты, она издала короткий животный крик ужаса и умерла. Даг увидел, как из ее взгляда ушла жизнь. Еще какую-то долю секунды назад он держал в руках женщину, а теперь больше не было ничего. Он осторожно положил ее на камни, поднялся, по-прежнему держа на плече ее сумку с оружием. По ту сторону площади его окликнул полицейский. «Эй, там, что случилось?» «Женщине плохо, нужно вызвать скорую, срочно!» Коп приближался большими шагами. Еще несколько метров, и он заметит кровь. Он на мгновение остановился, чтобы настроить свою переносную рацию. Даг, стоя рядом с телом, закрывал от него женщину. Справа никого, слева тоже. Набрав в грудь побольше воздуха, он пустился бежать со всех ног. «Эй, стой! Стой на месте! Тебе говорят!» Закричал коп, на ходу вытаскивая из кобуры оружие. Даг повернул за угол и углубился в ближайшую улочку. Он еще успел услышать, как полицейский крикнул «Нет!» «О, нет!» Потом ничего. Он замедлил бег, вышел на многолюдную торговую улицу, какое-то время повертелся возле витрин и в 17.15, задыхаясь, истекая потом, остановился у дверей комиссариата. На его темно-синей рубашке проступили большие пятна крови. Если особо не всматриваться, они могут сойти за разводы пота на темной материи, подумал он, пытаясь отдышаться. Дежурный поднял голову. Я хотел бы поговорить с инспектором Го. Он только что вышел. Черт! Его вызвали по срочному делу. На улице убита молодая женщина. Ах, вот оно что! Даг сел на деревянную скамейку, испещренную надписями, в которые авторы вложили всю свою ненависть к копам. Дежурный рассеянно кивнул и вновь углубился в свои книги записей. В помещении комиссариата было прохладно и сумрачно. С убаюкивающим мурлыканьем крутился большой вентилятор. Даг прикрыл глаза. Попытка убийства. Его хотели убить. И на этот раз не какой-нибудь там никчемный головорез, а настоящий профи. Неужели мордожопый готов заплатить пять тысяч долларов за его шкуру? Вряд ли. Такую дорогую месть он себе позволить не мог, с финансами туго. Но тогда кто? И потом предстояло объяснить инспектору Го, почему у него сумка убитой и ее оружие. А главное, убедить его, что не он убил молодую женщину. А вот это было дело непростым. Ладно, там видно будет. Он устроился поудобнее, не открывая глаз, и попытался расслабиться. Он представил, что, катаясь на волне, рот полон соленой воды, тело гибкое, как у животного. Это была техника релаксации, которую он разработал за долгие годы. Вентилятор шипел, посылая ему в лицо свежую струю воздуха. Он медленно, очень медленно погружался в сон. Ему приснилось, что он входит к мадемуазель Мартинес. Было темно. Он поискал выключатель, зажег свет и оказался лицом к лицу с женщиной-убийцей. Ее пистолет был направлен прямо ему в живот. Она рассмеялась. Затем долго пила из стаканчика из-под горчицы, которую затем бросила в раковину. Он увидел, как ее указательный палец сгибается на спусковом крючке. Она крикнула «Вставай, ублюдок!» И он рывком вскочил. Дежурный полицейский тряс его за плечо. «Инспектор Го вернулся. Он ждет вас в своем кабинете». «Спасибо», — пробормотал Даг, пытаясь выкарабкаться из кошмарного сновидения. Он встал, потянулся, с женской сумкой под мышкой направился к кабинету, который ему показали, постучал в дверь. «Входите». Комната была крошечной, а Фрэнсис Го огромным. Как бронзовый Будда, затянутый в светло-голубую рубашку, застегнутую до самой шеи, он восседал за изъеденным жучком столом перед компьютером, который казался игрушечным в его огромных ручищах. Толстым указательным пальцем он указал ему на стул с облупившимся лаком. «Садитесь. Чем могу вам служить?» Голос оказался довольно приятным, с легким кривольским акцентом. «И я хочу задать вам несколько вопросов по поводу одного давнего дела. Но, может быть, сейчас неподходящий момент?» «Момент всегда неподходящий. Людей не хватает. Постоянный цветнот. Вот только что на улице нашли женщину с пулей в животе. С ней разговаривал какой-то тип, а секунду спустя она уже была убита, прямо под носом одного из наших агентов. Невероятно. Впрочем, вам-то что до этого? Давайте, задавайте свои вопросы». Даг вынул сигарету из кармана рубашки, но Го предостерегающе поднял свою лапу. «Простите, но здесь не курят. Я берегу легкие». Даг положил сигарету обратно, стараясь не думать о кожаной сумке, которую все время чувствовал бедром, и спросил, «Не помните ли вы дело Лоран Дюма Мульвуа, молодой белой женщины, которую нашли повешенной в городе Вьефор в 1976 году?» «Семьдесят шестом? Давненько это было. И что вам нужно от этой самой Дюма? Я хотел бы знать, сохранилось ли досье?» Го с трудом повернулся на стуле, который заскрипел под его весом, и на маленьком столике за ним стал виден пульт. Он нажал какие-то клавиши, произнес непонятное ругательство в адрес аппарата, нажал другие клавиши, «Затем повернулся. В архиве кое-что имеется. Мне некогда вас сопровождать туда». Он нацарапал несколько слов на клочке бумаги. «Покажите это дежурному внизу. Он вас проводит. Эти цифры — исходящие номера досье». «А как там Лестер?» «В полном порядке. Дела идут хорошо. Он передает вам привет». Как рассказывал Лестер, они познакомились с Го на Гаити, когда Лестер имел какие-то делишки с ЦРУ. Го был тогда членом подпольной оппозиции режиму Дювалье, и Лестер помог ему бежать. Дювалье Франсуа, 1907-1971, президент Гаити, установил режим диктатуры. «Я вас не задерживаю. У меня дел выше головы». Даг поблагодарил его. Инспектор Го смотрел, как за напарником Лестера закрывается дверь. Ему казалось, что он задыхается. Он расстегнул ворот рубашки и глубоко вдохнул глоток теплого воздуха. В этом логове можно было подохнуть от жары. Он открыл ящик стола и вынул оттуда пластиковый пузырек с пилюлями, заполненными зеленоватым порошком. На пузырьке была наклеена этикетка «Фукус визикулус» — водоросли, нейтрализующие яд. Он открыл крышку, взял две пилюли и проглотил, не запивая. Он сразу же почувствовал облегчение. Но никакой водоросли «Фукус» там не было. Пилюли содержали порошок змеиной половой железы, купленный за огромные деньги в старой лавочке лекарственных трав. Питон был его талисманом, его духом-покровителем. Эти порошки придавали ему силы. Хотя и не слишком веря во все эти обряды Вуду, Го предпочитал их соблюдать. В конце концов, как говорил в свое время философ Паскаль, в этом была прямая выгода. В архив можно было попасть через дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Он находился рядом с туалетами в глубине сумрачного коридора. Дежурный доставил Дага в полуподвальное помещение, которое от пола до потолка было заставлено пыльными стеллажами. — Все здесь. Вы меня извините, но мне нужно вернуться. Здесь все расставлено по годам и в алфавитном порядке. Даг подошел к перегруженным папками стеллажам. Полка с 1976 годом находилась в углу. Она прогибалась, туго набитая папками. Он быстро просмотрел этикетки и нашел почти сразу же. Дюма Мальвуа. Он сунул руку в папку и вытащил оттуда один единственный листок. — Смотри, дело 4670 МЖ ввел инспектор Даррес. Прекращено. Шифр Х. Он поднялся к дежурному и сунул ему листок под нос. Это что значит, а? — Несколько секунд с полнейшим безразличием тот изучал листок. — Не знаю. — Инспектор! — внезапно крикнул он. К столу приблизился хорошо сложенный молодой человек в безукоризненно-белой рубашке. — Вы не могли бы помочь этому человеку? — попросил дежурный, скребя затылок. — По какому вопросу? — Даг протянул ему свое удостоверение. — Да, Клеруа, детективное агентство МакГрегор. Я занимаюсь одним старым делом. Ссылки на него мне дал инспектор Го. Он протянул листок инспектору. Тот бросил на него быстрый взгляд через очки с покосившейся оправой, потом пожал плечами. — Даррес, Даррес, он сейчас уже на пенсии во Франции, в Перегоре. Наверное, есть где-нибудь его адрес, если вас это интересует? — Но где само дело? — Шифр «Х» — это значит потеряно. — Потеряно? Ну, кто-нибудь захотел посмотреть, взять на время? Вы же знаете, как это бывает. Дело прекращено, на них особого внимания не обращают, за всем не уследишь. А в чем дело-то? Речь идет о самоубийстве, которое, возможно, вовсе и не самоубийство. Женщина была найдена повешенной. Дежурный врач доктор Джонс пришел к выводу о самоубийстве. Его ассистент склонялся к версии о замаскированном убийстве. Его заставили замолчать. — А вы почему этим занимаетесь? — Дочь жертвы поручила нам отыскать своего отца. Занимаясь ее делом, я наткнулся на эту историю с подозрительным самоубийством, а отец по-прежнему не найден. Возможно, его звали Джимми. Возможно, он родом из Сент-Мари, но это неизвестно. Никто его никогда не видел. — Расскажите мне немного об этом. Даг подчинился. Молодой инспектор слушал очень внимательно, ни разу не прервав. — Очень странно. Знаете, это мне кое-что напомнило. Тоже повешенная женщина. Кажется, это был 1977 год, где-то около Труа-Ривьер. Белая, молодая, красивая. Ее имя Джонсон. Да, Дженнифер Джонсон, родом из Сент-Мари, жила в Гваделупе. Вот поэтому эти дела объединили. Когда наши французские, если можно так выразиться, коллеги, обнаружили тело, они тоже сделали вывод о самоубийстве. Но судмедэксперт нашел подозрительные следы, сделали вскрытие. Женщину изнасиловали острым инструментом, предположительно вязальной спицей, и потом задушили. — Изнасиловали вязальной спицей? — ошеломленно переспросил Даг. — Пытали, если вас так больше устроит. Долго и жестоко пытали, — добавил инспектор с гримасой отвращения. Убийца уничтожил все следы и прибрал на месте преступления. Но он не заметил крошечного пятнышка крови на ее платье. Это привлекло внимание эксперта. Он также установил, что перед убийством у нее было сексуальное сношение через презерватив. У женщины не было постоянного любовника, после смерти мужа она жила одна. Расспрашивали друзей, знакомых, но так ни к чему и не пришли. — Ничто не указывает на то, что человек, с которым у нее была связь, и убийца с вязальной спицей — одно и то же лицо, — произнес Даг, весьма заинтригованный. — Именно. Но такова была рабочая гипотеза группы, которая занималась этим расследованием. — Иначе что же выходит? Она спала с неустановленным лицом, а через два часа появляется другое неустановленное лицо и убивает ее. — Маловероятно. — Ну, возможно. — Во всяком случае, спасибо за информацию. — А вы сами в то время здесь еще не работали? — Нет, но когда меня сюда перевели, меня прикомандировали к архиву. Я этим воспользовался, чтобы немного войти в курс и ознакомиться с документами. — Там и наткнулся на это нераскрытое дело, — объяснил инспектор, не сочтя нужным уточнить, что это не он наткнулся на это дело, а дело Джонсон наткнулось на него. В самом буквальном смысле упало прямо ему на голову с верхней полки стеллажа. Когда он хотел поставить папку на место, его внимание привлекли фотографии, и он пролистал дело. — Вам следовало бы поговорить с инспектором Го, — продолжил он, снимая очки. — Насколько мне известно, он работал над ним. — Ну, вы знаете, совместные действия и все такое. — Извините, но мне нужно идти. Он распрощался с Дагом, который, преследуемый мрачным взглядом дежурного, вернулся в кабинет Го. Инспектор изучал отпечатанный на машинке документ. Он живо поднял голову, словно бизон, которого потревожили на выпасе, и зачем-то поспешно застегнул все пуговицы рубашки до самого ворота. Но Даг успел заметить овальный и чуть припухлый шрамик внизу шеи. — С самым невинным видом Даг протянул ему листок. — Простите, что опять вас беспокою, но дело пусто. В папке лежало только это. — Покажите-ка. — А, ну да, дело пропало. Здесь настоящий бардак. — Я встретил одного вашего инспектора. Он рассказал мне о похожем случае. — О каком же? — Дженнифер Джонсон. Го медленно развел свои огромные ручищи и любезно улыбнулся Дагу. — Дело закрыто. Так ничего и не выяснили. Вы же знаете, молодежь, им всегда хочется блеснуть. По правде сказать, не вижу никакой связи с делом Лоран Дюма. Я могу быть вам полезен чем-нибудь еще? Видите ли, я сейчас очень занят. Не буду вам мешать. Еще раз спасибо. Либо Даг вспомнил в последний момент о сумке, которую он по-прежнему держал при себе, закрывая рукой дыру, он больше не испытывал желания рассказать о ней Го. Это было довольно сложно объяснить, но сокрытие, улик, препятствия, следствию, так можно было далеко зайти. Немного поколебавшись, он все же решился спросить, а та женщина, найденная на улице, что-нибудь выяснилось? У нее при себе ничего не было, только цепочка, а на ней медальон с изображением Богородицы и инициалами А.Х. С такими данными мы напечатаем ее фотографию, возможно, кто-нибудь опознает. Вы же сами должны понимать, что это такое. Рутина. Если бы только мне удалось схватить типа, который тогда был с ней. У вас есть его приметы? По словам полицейского, это какой-то черный с бритой головой. Если верить мальчишкам, то громила с габаритами американского баскетболиста. В общем, никакой полезной информации. Чего-чего, а черных здесь хватает, так ведь? А насчет раны? 45 АСР Кольт. Эта штука серьезная. Калибр, как у профессионалов. Что и странно. Обычно во всяких любовных историях фигурирует нож, охотничье ружье. Ну, не знаю, но во всяком случае не пистолеты, какими пользуются полицейские и наемные убийцы. И с какой стати бандит из Сен-Мартен вдруг решил застрелить белую туристку? Почему они перед этим не ругались? Ничего такого. Вот вам, дельце, из-за которого придется потеть несколько месяцев, и наверняка впустую, воскликнул он, хлопнув рукой по столу, отчего тот едва не развалился. Он поднялся, заполнив собой все пространство. Его необъятное брюхо всколыхнулось. Даг протянул ему руку. До свидания. Го взял его ладонь в свою и приветливо сжал, отпустив, тогда, когда Даг почувствовал, что его пальцы уже начинают хрустеть. Потряхивая рукой, он вышел в коридор. Так, значит, была еще одна женщина, которую нашли повешенной. А Го довольно ловко ушел от разговора. Дежурный был занят, он выслушивал вопли пожилой дамы, у которой только что стащили сумочку. Внезапно осознав, что не в силах противиться искушению, Даг осторожно проскользнул в сумрачный коридор. Если его там застукают, всегда можно сказать, что пошел искать туалет. Он толкнул металлическую дверь, которая после его ухода осталась не заперта, и быстро спустился в архив. Он бесшумно вошел, никого. Он сразу бросился к стеллажу 1977 года и стал перебирать корешки. Джонсон, Инт 5478, Прил 2-38. Вот, около 20 страниц в бежевой папке. Он быстро пролистал их. Заключение о вскрытии, фотографии, отчет о расследовании, испещренной штампами ФРДСП с подлинным верно для информации. Прекрасно. Еще пару секунд он исследовал старую бежевую папку, задавая себе вопрос, что его так беспокоит. Инт 5478, Прил 2-38. Прил, приложение? Не хватало одного листочка. Он пролистал все, вплоть до заключительного рапорта. Он был адресован комиссару Корне. Маловероятно, что он до сих пор работает. Интересно, почему понадобилось уничтожать один документ из этого досье? Или, может, он тоже потерялся? Он схватил соседнее дело, никаких Прил. Следующая папка, какая-то мутная история двух соседей, закончившаяся поножовщиной, содержала одну такую пометку «Служебная записка», адресованная инспектором Го комиссару Корне. Дак наугад проверил еще несколько дел. Прил, судя по всему, Прил означало внутреннюю переписку и конфиденциальные сведения, которыми обменивались между собой полицейские в ходе расследования. Дак быстро пересек большую сумрачную комнату, внимательно рассматривая названия различных секций. Пучок света проник сквозь зарешеченное окно, словно лунный луч, и осветил это бумажное кладбище. Самые крайние стеллажи сгибались под весом в беспорядке наваленных скоросшивателей, на которых выделялись надписи фломастером бухгалтерии, косметический ремонт, личный состав. Ага, это уже интереснее. Он стал рыться в этом хаотичном нагромождении папок, обратив в беспорядочное бегство десятки пригревшихся здесь тараканов. Все было расставлено в алфавитном порядке. Да раз, Рене. Личная карточка, записи о гражданском состоянии, официальные письма, административные формуляры, служебная переписка. Служебная переписка. Расставлено по годам. Молодой инспектор неплохо справлялся с делами. Дак жадно набросился на 1977 год. Ерунда. Сплошная ерунда. Он напрасно теряет время. Он собирался уже захлопнуть скоросшиватель? Когда в глаза ему бросилась одна записка от 18 сентября 1977 года, подписанная комиссаром Корне и подтверждающая получение Прил-2-38, а также уведомляющая, что инспектор Даррес не дал дальнейшего хода. Хода чему? Он вновь стал перебирать стопки папок. Корне Реймон. Такой же ворох пожелтевших бумаг, объявление благодарности в приказе, продвижение по служебной лестнице, корреспонденция. Бумаги пахли пылью. По мере того, как Дак приближался к интересующему его периоду, он чувствовал, как его лихорадят. А если там ничего нет? 20 августа 1977 года. Есть. Прил-2-38. Письмо, отпечатанное на старой пишущей машинке и подписанное инспектором Дарресом. К письму пришпилен конверт. Наверху раздался шум шагов. Дак встревоженный поднял глаза. Копам наверняка не понравится это несанкционированное вторжение в их подвал. Вытащив письмо с конвертом из скоросшивателя, он поспешно поставил папку на место, затем, мысленно осыпая себя ругательствами, засунул папку с делом Джонсон в сумку, некогда принадлежавшую мисс А.Х. Одним преступлением больше, одним меньше. Осторожно, стараясь не шуметь, он поднялся по ступенькам, с опаской толкнул железную дверь. Никого не было видно, где-то хлопнула дверь, раздался голос Го. Бардак! У меня работа выше головы! Дак проскользнул в коридор, делая вид, будто застегивает ширинку. Всегда можно сослаться на внезапное кишечное расстройство. Ему казалось, что в сумке он несет бомбу. — Эта бомба может взорвать твою лицензию, — нашептывал внутренний голос, когда он добирался до приемной. Никто ничего не заметит. А если Го захочет освежить дело в памяти? Ему напомнили, и у него могли возникнуть какие-нибудь идеи. — Нет, он слишком загружен работой, — решительно возразил Дак своему внутреннему голосу. С непринужденным видом он миновал дежурного, который даже не поднял головы от своих журналов. Вот так-то! Проще паренной репы! Дак сел, стоявший на площади такси. Между тем язвительный голосок не унимался. А как же сумка, принадлежавшая убитой, и, главное, оружие, из которого ее убили? Ты считаешь, очень умно таскать его с собой? А что мне с ним делать? Предъявить Го и провести ночь в кутузке? Я напрасно потеряю время, пытаясь объяснить ему, как мать семейства, снаряженная, как какой-нибудь мафиоза, собиралась меня прикончить просто так, ни за что. Дак щелкнул пальцами, что заставило обернуться молчаливого старика-шофера. Взгляд шофера упал на продырявленную сумку, затем снова обратился на дорогу. Дак мысленно продолжил диалог. — Ну и что ты собираешься делать с сумкой и оружием? Намереваешься вернуться с этим добром в Сен-Мартен? Брошу в мусорное ведро в аэропорту. — Навести копов на ложный след? Браво! А на что я их должен навести? На себя самого? Скрип тормозов. Он поднял голову. Старик смотрел на него. — Выходите. — Что? — Выходите из моей тачки. — Это еще что такое? Дак наклонился вперед, и прямо в нос ему уперся старый, но хорошо смазанный револьвер. Он вытращил глаза. — И этот дедуля туда же! Не может быть! Старик указал на кожаную сумку. — Забирайте свою сумку и убирайтесь. И не пытайтесь вытащить оружие, а то пристрелю. Только теперь Дак осознал, что все это время в салоне булькало радио. Старик встряхнул свой пугач. А они только что сообщили, что какой-то мужчина убил белую в центре города и сбежал с ее темно-синей кожаной сумкой. Эта сумка тоже кожаная и темно-синяя. В сумке пистолет с глушителем. Уж пистолет-то я распознать могу. На вашей рубашке темные следы. От них воняет засохшей кровью. И вы сейчас выйдете из моей машины. Возражать не имело смысла. Дак сгреб в охапку сумку и открыл дверцу такси. Хорошо еще, что старик не привез его прямиком в участок. Тут далеко, да, в Ефор? Три километра. Держа палец на спусковом крючке, старик целился ему прямо между глаз. Похоже, он совсем не шутил. Дак хлопнул дверцей. Оставалось только идти пешком, надеясь, что никто не выстрелит в него и не арестует. Такси как смерч рвануло с места, подняв клубы пыли, оставив его одного в наступающих сумерках. Дорога была неровной, пустынной, мирной, как в фильме «К северу через северо-запад». Фильм Хичкока 1959 года. Повесив сумку на плечо, он ускорил шаг, предусмотрительно держась обочины. Под луной сверкал ржавый автомобильный каркас. Он вынул украденное дело, сунул его под рубашку, огляделся по сторонам и бросил в канаву, компрометирующую его сумку, предварительно порывшись в ней, не надеясь, впрочем, отыскать ничего интересного. Не до такой степени она была идиоткой, чтобы держать там записную книжку или свой адрес. И в самом деле, кроме известного ему пистолета с глушителем, в сумке находились розовый закрытый купальник, ключ и журнал. Маленький, плоский, позолоченный ключик на брелоке в виде дельфина. Он положил его в карман. Оставался еще журнал, какая-то английская дребедень про подводное плавание и водные виды спорта. Он свернул его и засунул в задний карман брюк. Эта наемница еще и спортом занималась. Он, с сожалению, посмотрел на Зигзауэр П-200, автоматический пистолет. Жаль было выбрасывать такое прекрасное оружие. Эта модель была взята на вооружение многими полицейскими подразделениями Европы и Америки, а также Швеции и Японии. Но оставить его у себя означало получить обвинение в убийстве. Он тщательно протер рукоятку, бросил пистолет в прокаленный каркас машины и отправился в путь. Интересно, а мальчишки? Как это она с ними провернула? Неужели взяла на прокат на утро, а потом, когда она стала за ним следить? Он пытался восстановить в памяти, была ли она в отеле, когда он прибыл туда накануне, но вспомнить так и не смог. И еще одна картинка неотступно преследовала его. Припухший кусочек плоти размером с долларовую монету внизу шеи инспектора Го. Десять против одного. Здесь имела место попытка свести татуировку. Какую-нибудь компрометирующую татуировку, которая имелась у очень немногих людей на этой планете. Дак имел случай видеть такую на расчлененном трупе во время рейда по трущобам гаитянских беженцев. Человек был изрублен на куски мачете, и плотно утоптанная земля впитала литры пролитой крови, превратившись в розоватую губчатую трясину. Какой-то юнец в обтрепанных шортах, отогнав мириады налипших на труп мух, показал Дагу знак, который стоил тому человеку жизни, глаз с тремя зрачками, метку посвященных в братство служителей «дамбалы», которых вербовали в основном среди элиты Тонтон Макутов. «Дамбала» — главный и обязательный элемент во всех таинствах Вуду, источник силы. Предстает как доброй, так и злой силой, в зависимости от самого призывающего. Тонтон Макуты — корпус преданных гаитянскому диктатору Дювалье боевиков, его личной полиции. Само слово происходит из гаитянского фольклора. Террор Тонтон Макутов был подкреплен леденящими душу слухами об оккультных обрядах Вуду. Дювалье поддерживал репутацию черного колдуна. После падения режима многие пытались стереть позорную метку, не желая, чтобы их пытали с применением подожженных шин, как обещали бывшие жертвы. Может быть, Фрэнсис Го солгал Лестеру, уверяя, что являлся членом подпольной оппозиционной организации? Глава шестая Даг добрался до Вьефор около половины девятого вечера весь в поту со сбитыми в кровь ногами. Казалось, город уже уснул. Он вспомнил, как, будучи мальчишкой, удивился, когда узнал, что в период сухого сезона — лето по-европейски, здесь бывало светло до десяти часов. Здесь круглый год солнце вставало около шести и заходило неизменно в девятнадцать часов. Он решил повременить с чтением украденного в комиссариате дела. Сейчас нужно было быстро переодеться и бежать к Родригесам. Просто адский ритм для Леруа Дагабера. Отец Леже встретил его приветливой улыбкой. Он сидел за письменным столом в ризнице и копался в своих бумагах. «Венчание, крещение...» «Понемногу привожу, все в порядок», — объяснил он. «Вы упали в воду?» «Почти. Я тороплюсь, меня ждут у Родригесов на поминках». «Вы с ними знакомы?» — удивился священник. «Нет. Я солгал Луизе Родригес, что был другом ее отца», — ответил ему Дагаб, роясь в своем рюкзаке в поисках чистой черной футболки. «Зачем?» «Из-за Луиса Родригеса». Он был уверен, что Лоран Дюма убили. Возможно, он говорил об этом со своими детьми. «Кто знает?» Отец Леже удивленно приподнял брови. «Судя по всему, ваше расследование приняло другое направление. Я думал, что вы ищете отца Шарлотты, а не убийцу ее матери». «Возможно, это одно и то же лицо. И Лоран, похоже, не единственная жертва». Удивленный, Аббат выпрямился. «Вот как?» «Я все вам расскажу, когда вернусь. Если вы еще не будете спать», — он сказал Даг, извиваясь всем телом, пытаясь скинуть грязные брюки и натянуть линялые джинсы. «Я буду у себя дома, это рядом, я вас дождусь». Даг был уже на улице. Он отыскал клуб подводного плавания возле дебаркадера и быстрым шагом направился к нему. Жилище Родригесов находилось как раз напротив. Совсем простой белый дом, окруженный садом, где в изобилии росли цветы. Находясь метрах в десяти от входа, он уже услышал шум разговоров. Сквозь широко распахнутые окна видны были многочисленные гости. Открыла ему Луиза, она была в черном платье с оборками, которое, по его мнению, больше подошло бы для какой-нибудь вечеринки. Остальные приглашенные тоже приоделись, и Даг в своих джинсах и футболке чувствовал себя не в своей тарелке. Луиза протянула ему руку, кожа у нее была мягкой и нежной. Входите, выпейте что-нибудь, предложила она своим пивучим голосом. Он прошел вслед за ней до стоящего посреди комнаты стола, который ломился от закусок. Несколько видов баранины, жареная балау, сорт рыбы, нежные хлебцы, папайя, гуаява и еще много чего. Он с видом знатока вдохнул аромат, поднимающийся от большого котелка с шеллу. Он обожал это блюдо из потрохов с рисом, но его очень редко ели в Сен-Мартен. Луиза протянула ему стакан ледяного пунша. Возьмите. Так вы были другом моего отца? Да. Я познакомился с ним очень давно. Я был тогда лаборантом, мы как-то сразу друг другу понравились. Он нам никогда про вас не рассказывал. Близкими друзьями мы не были, просто хорошими приятелями. Но вы же моложе его. Еще бы. Усопший был на 20 лет старше. Не отвечая, он сделал большой глоток крепкого пунша. Скоро все напьются и станут оплакивать достоинства покойного Луиза Родригеса. Он не знал, как приступить к теме, которая его интересует. Заметив, что Луиза стала оглядываться по сторонам, он поспешил заговорить сам. Вы работаете во Вьефор? Да, в начальной школе. Я занимаюсь первоклассниками. Им повезло. Наверное, нечасто детям попадается такая очаровательная учительница, как вы. С какой стати он несет эту пошлятину? Он готов был сам себя отхлистать. Смутившись, Луиза повернулась к нему. Простите, мне нужно уделить время гостям. Угощайтесь, не тесняйтесь. Да чего, занудный тип. Ваш отец много рассказывал о вас, он вас очень любил, не желал ее отпускать, так. В самом деле правда трудно поверить, возразила молодая женщина. Он все время кричал на меня, потому что я замуж не выхожу, машину вожу слишком быстро, потому что курю. Его все во мне раздражало. Ну что вы, это совсем не так. На самом деле он очень вами гордился, рискнул предположить Дак, которому казалось, что он идет по натянутому канату. Он же ничего не знал об этой девице. Вы так говорите, чтобы мне было приятно. Вы бесстыдно льстите. Похоже, вы из породы дамских угодников. Он улыбнулся. Ну все, меня разоблачили. Что мне сделать, чтобы загладить вину? Помочь мне с пуншем. Идемте, вот возьмите ковшик и наполняйте бокалы. С видом послушного мальчика, который чувствует себя виноватым, Дак повиновался. Она улыбнулась. Тогда он хотел, он мог быть милым. Вы так просто не отделаетесь. А, вот и мама. Я вас сейчас познакомлю. Вот не кстати. Мама, это Дак Леруа, папин приятель. Они вместе работали в Гран-Терр. О, вы знали моего бедного Луиса. Какая трагедия. Что ж поделаешь, Бог дал, Бог взял. Прежде, чем пожать Дагу руку, Тереза Родригес перекрестилась. Это был очень добрый человек. И такой справедливый. Мужу никогда не везло. Ему поломали карьеру из-за той истории, а ведь он был прав. О, мама, ну не надо опять, запротестовала Луиза. Это было так давно. Давно? Но, детка, твой отец чуть было места не потерял из-за этого негодяя. А ты говоришь, это было так давно. Что из того? Несправедливость, она всегда несправедливость. Разве не так, молодой человек? Вы совершенно правы. Давность в таких делах не имеет никакого значения. Поддержал Даг, высвобождая свою руку из крепких тисков пожилой дамы. Я так и не понял, что тогда произошло. Ваш муж не хотел об этом говорить. Продолжал он, делая вид, что не замечает яростных взглядов Луизы. Он знал, что та женщина была убита. Он мне сам сказал. Ведь он и делал вскрытие. Доктор пил, не просыхая. Что вы хотите, халтурщик он и есть халтурщик. Но они не хотели раздувать историю, и все замяли. В заключение Луиса отправили в мусорное ведро, а его самого услали подальше. А мы тогда только-только купили здесь дом. Дети были мужа не было неприятностей. Чьего мужа? Заинтересовался Док, застыв с разливательной ложкой над стаканом. Той девице. У старика водились деньги, а его жена родила ребенка от одного парня из местных. Муж ее выгнал. Она жила в полной нищете. Красивая была женщина, Луис мне рассказывал. Красивая белая женщина, совсем молодая, ее задушили и изнасиловали. И немного пунша пролилось на стол. Изнасиловали? Но я думал, я вам говорю, изнасиловали, прошептала Тереза, наклоняясь к нему, и он увидел ее дрожащие губы совсем рядом со своими. Представляете, какой скандал? Разумеется, никто и слушать не захотел моего бедного Луиса. Он от этого просто заболел. Так и не мог потом оправиться, никому больше не верил. Белых всю «А вы сохранили эти письма?» «Ну да, молодой человек, все до одного. Они у меня в буфете в перламутровой коробочке, которая мне от матери досталась. Бедный мой Луис». Она промокнула глаза, не в силах справиться с подступившими слезами. Дак растерянно повернулся к Луизе, но той уже рядом не было. Она беседовала с каким-то человеком лет сорока, с довольно светлой кожей, стройным взял ее за плечи и улыбался. Дак мельком подумал, кто этот красавчик? А сам тем временем искал глазами кого-нибудь, кто мог бы заняться мамашей Терезой. Маленькая седоволосая старушка подоспела как нельзя вовремя. «Не плачь, девочка моя, не плачь. Ты увидишь своего благоверного на небесах. Пойдем, пойдем, помолимся за него, идем», бормотала она по-креольски, обнимая ее за плечи. Она увлекла ее в угол, где собрались несколько пожилых дам. Дак налил себе вокал пуша и залпом выпил. Письма. Ему нужны эти письма. Никто никогда не упоминал о том, что Лоран могла быть изнасилована. Как и это Дженнифер Джонсон, досье, которое лежало у него в сумке. Господи Боже, похоже, он напал на след чего-то страшного, он чувствовал это. Лет двадцать назад в этом регионе были совершены убийства, которые до сих пор остались безнаказанными. Он поднял глаза. Как быть? В данную минуту действовать невозможно. Ему оставалось лишь ограбить домишко или найти какой-либо повод, чтобы Тереза позволила ему прочесть эти письма. Он поискал Луизу глазами. Изящный красавчик теперь болтал в стороне с кем-то другим, и Дак смутно ощутил, что это ему почему-то приятно. Кто-то хлопнул его по плечу. Кто вы? Перед ним с суровым видом стояла Луиза. Дак наклонился к ней, что? Я спросила, кто вы? Вы ведь понимаете по-французски? Более или менее. Что за хамство? Отвечайте на мой вопрос. Черные глаза сверкали негодованием. Дак почуял, что неприятности не миновать, и все-таки попытался увильнуть. Не понимаю. Я же вам сказал, меня зовут Дагобер Леруа. Дагобер или Людовик 14-й, мне плевать. Отвечайте, что вам здесь нужно? Да собственно ничего, просто поговорить с вашей мамой. Луиза схватила его за край футболки и привлекла к себе. А теперь послушайте меня. Мой двоюродный брат Франсиско, с которым я только что разговаривала, видел вас позавчера с Джоном Луазо. Ведь вам известно, что это он нашел ту женщину, о которой вы говорили с моей матерью. Так вот перестаньте играть со мной в кошки-мышки и скажите, что вам нужно? Она внимательно всматривалась в его лицо. Он молчал. В уголках губ играла легкая улыбка, а взгляд казался насмешливым. Луиза испытала острое желание со всего размаху влепить ему пощечину. Какая самодовольная физиономия и еще эта идиотская татуировка тоже мне мачо. Она сердито заговорила вновь, вы коп, да? Если я скажу брату, что вы обманщик, от вас в два счета мокрое место останется. Она указала подбородком на Марселлу, затянутый в костюм, покрой которого не скрывал огромные квадратные плечи, молодой человек сжимал кулаки, и на глазах блестели слезы. Дак вздохнул, сложив ладони в умоляющем жесте. Это долгая история. Мы могли бы поговорить где-нибудь в другом месте? Луиза недоверчиво взглянула на него, вздернув подбородок. А какие у меня гарантии, что в другом месте вы от меня не сбежите? Разве находясь рядом с вами, я могу испытывать потребность убежать? Вы считаете себя очень остроумным? Иногда. Так мне рассказывать? Или продолжать разливать пунш? Она стукнула его ладонью по груди. Эй, не смейте со мной так разговаривать, понятно? Выходите. Дак поднял руки над головой и в таком виде направился к двери. Сильно толкнув его в спину, она зашипела. Немедленно опустите руки. Эй, вы что, спятили? Протестующий пробормотал Дак, переступая порог. Я ненавижу, когда надо мной издеваются. Франсиско краем глаза следил за тем, как они уходят. Что это за тип? О чем Луиза может с ним болтать? Он с досадой взъерошил свои черные косички. Как он ненавидел, когда вокруг нее вертелись какие-нибудь незнакомцы? Он хотел уже было отправиться вслед за ними, но его собеседник, управляющий компанией Айленд Карентал, в которой он работал, с большим В саду царил полумрак. Даг поднял голову к звездному небу, дул освежающий мягкий приятный ветерок. Эта женщина нравилась ему. Очень. А вот ей этот тип не нравился. Ужасно. С ледяным выражением лица она скрестила на груди руки. Итак, я жду ваших объяснений. Даг сделал шаг вперед. Она тотчас отступила. Стойте на месте. Я на вас. Откуда мне знать? В конце концов, убийцей той женщины вполне могли быть и вы. Вы подходите по возрасту. Разве нет? Он был совершенно сбит с толку. В самом деле, этому типу сейчас от сорока до сорока восьми лет. Луиза настороженно рассматривала его, готовая в любую минуту дать отпор. Он уселся на кучу старых покрышек. Я вам все объясню, но обещайте, что не станете ни с кем ничего обсуждать. Это может оказаться очень опасным. Эй, парень, вы слишком черный, чтобы изображать из себя супермена. Ухмыльнувшись, Даг пожал плечами. Давно не приходилось ему встречать столь отвратительный характер, какой этой Луизы. А фигурка какая! Он принялся ей обо всем рассказывать, понимая, что если так пойдет и дальше, скоро весь остров будет в курсе, но ему нужна была помощь. Луиза слушала внимательно, и когда он закончил рассказ, еще какое-то время молчала. Это все правда? Вы не выдумываете? Истинный крест, не вру. Она пожала плечами. Ну, конечно, разве он мог действовать прямо, как все нормальные люди, частный детектив с манерами американского серфингиста и улыбкой в сто тысяч вольт. И она должна такому верить? Что вы хотели от моей матери? Письма вашего отца, те, в которых говорится о Лоран Дюма. Всего-то навсего. От деликатности вы не умрете. Вот так взять и заявиться к людям. Даг поднялся и приблизился к ней. Казалось, она была погружена в свои мысли. Повинуясь внезапному порыву, он наклонился и поцеловал ее в губы. Последовала звонкая пощечина. Рука у нее была тяжелой. Послушайте, что вы себе позволяете? Простите, я сам не понимаю, что на меня нашло? Лунный свет голову напек. Луиза внимательно разглядывала его. Послушайте, Наполеон, я знаю, вы считаете себя очень хитроумным, очень красивым и всякое такое, но вы абсолютно не в моем вкусе. Вот как? А кто в вашем вкусе? Франсиско. Мы помолвлены. Осенью я выхожу за него замуж. Даг почувствовал раздражение. Это было глупо и смешно. Он знал эту женщину менее суток. К тому же она была слишком молода для него, но все же этот кретин Франсиско с его женоподобными ужимками, нелепыми коротенькими косичками и безукоризненными темно-зелеными штанами на тонкой талии. Он не сразу осознал, что Луиза повернулась и уходит. Эй, постойте! Что еще? Вам нужны письма? Приходите ночью в три часа. Сядьте сюда, добавила она, указывая на шины, и постарайтесь не шуметь. Даг слегка коснулся ее запястья. Спасибо. Не за что. Оборвала она его резко от прянов. Мне просто любопытно узнать продолжение, вот и все. Она развернулась и возвращалась в дом. Даг смотрел на ее силуэт, который в сумерках четко вырисовывался на пороге. Франсиско бросился ей навстречу, что-то прошептал на ухо, одновременно внимательно вглядываясь в сумрак сада. Прежде чем удалиться, Даг незаметно и в наступившей темноте сделал непристойный жест в его сторону. Очаровательная Луиза была так же мила, как Шарлотта и как большинство женщин, с которыми ему приходилось сталкиваться в последнее время. Неужели отныне женские особи производятся исключительно по определенному образцу, а именно мисс Мегера 1996? Или это общение с господином Дагом Лерова вызывает столь прискорбные преображения? Есть вопросы, которые лучше себе не задавать. Отец Леже ждал его, сидя в глубоком кресле потертой кожи и углубившись в чтение последнего романа Стивена Кинга. Заметив входящего в комнату Дага, он поднял голову. Ну что, охота оказалась успешной? Думаю, да. У меня свидание с дочерью Луиса Родригеса этой ночью в три. Она должна передать мне письма отца, в которых речь идет как раз об этом деле. О, вижу, вы даром времени не теряли. Позволю напомнить, вы обещали мне полный отчет обо всем, что произошло? Непременно. Даг опустился на обветшавший диван, стоявший у стены напротив, и во второй раз за вечер принялся рассказывать свою историю. Отец Леже время от времени реагировал на повествование одобрительным ворчанием, а когда Даг дошел до попытки убийства таинственной А.Х., не смог сдержать восклицание, но это же настоящий роман. Подумать только, а я-то все это время выслушивал скучные исповеди моих добропорядочных прихожанок. «Каждому свое. Вы священник, я рыцарь». «Не хватает судьи». «Что?» «Три столпа государства, церковь, меч и судейская мантия». Даг насмешливо указал на потолок «Придется довольствоваться вашим патроном». «Я поведаю вам продолжение». «Это не менее занятно». Рассказ об инспекторе Го, казалось, весьма позабавил отца Леже, так же, как и эпизод с водителем такси. Но более всего он был потрясен историей с досье Джонсон и способом, благодаря которому Дагу удалось завладеть этим досье. «Так вы его украли?» «Я даже не успел еще заглянуть в него». «Если вы позволите». «Разумеется, сделайте одолжение». Даг поднялся, чтобы достать папку. Отец Леже в это время продолжал. «Если я правильно вас понял, вы полагаете, человек мог убить обеих этих женщин, а его никто не заподозрил?» «Ангус инхерба». «Вот именно змея в траве», подтвердил Даг. «Отец Леже не мог скрыть изумление. Вы знаете латынь?» «Так, обрывки. В море надо было как-то убить время. Наш корабельный капеллан обучил меня кое-каким выражением. В обычном разговоре их трудно применить». «Ладно, исследуем наш трофей». Под пристальным взглядом священника Даг открыл папку и быстро пробежал ее содержимое, оглашая вслух основные факты. Дженнифер Джонсон, 32 года, вдова, существовала на деньги, которые оставил ей муж-банкир, скончавшийся от инфаркта за 4 года до этого. Она жила на два дома, в Сент-Мари, это ее основное место проживания, и в Труа-Ривьер, где регулярно в течение восьми лет снимала виллу. В марте 1977 года была найдена повешенной на вентиляторе в столовой. Вентилятор был включен, он вертелся, и подвешенное тело тоже вертелось в чудовищном вальсе смерти, в полутора метров над землей, над прокинутым стулом. Отчет судебно-медицинской экспертизы, подписанный неким Леоном Андревоном, главным врачом в Баифе, состоял из трех страниц с мелким почерком. Я знал доктора Андревона. Он скончался в 1981 году. Сердечный приступ. Этого следовало ожидать. За неимением Рима все дороги вели прямиком на кладбище. Даг продолжил изучать дело. Вскрытие показало, что Дженнифер душили, насиловали и пытали каким-то острым инструментом, который проткнул влагалище и матку. Никаких следов борьбы. Жертва не принимала ни алкоголь, ни психотропные средства. Последний раз она ела часа за два до смерти. Рыба дорада, дробленый горох и йогурт. Если бы не крохотное пятнышко крови на платье. И в этом случае без проблем могли бы выдать разрешение на захоронение с пометкой суицид. Поскольку у жертвы было гражданство острова Сен-Мартен, старший инспектор Дарас, которому помогал начинающий инспектор Го, вел следствие от лица французской полиции. Полная и окончательная фиаско. Дарас опросил соседей, чуть ли не под микроскопом исследовал связи молодой женщины, но все безрезультатно. Она жила одна, с увлечением занималась подводным плаванием, умела надолго задерживать дыхание, но людская молва приписывала ей многочисленных любовников. Подводное плавание. Даг вспомнил про журнал, найденный в темно-синей сумке таинственной АХА, и о любовнике Лоран Дюма, которого та встретила на берегу. Французский коллега Дараса, старший инспектор Рикетти, пришел к выводу о том, что преступление было совершено случайным человеком. Даг протянул отпечатанные на машинке страницы от Сулеже, затем углубился в другие документы. Копия заключений из лаборатории, отпечатки пальцев, волокна, обрезки ногтей, волосы с головы, лобковые волосы и так далее. Результат ноль. Страшные фотографии жертвы. На первой фотографии, сделанной прямо на месте преступления, лицо казалось фиолетовым, глаза на выкате, язык вывалился изо рта, разглядеть черты совершенно невозможно. На следующих, сделанных в морге, стало ясно, что при жизни это была красивая молодая женщина с темными волосами, с волевым лицом, прекрасно сложенная, открытые глаза были бесцветны и пусты, на шее явственный след от удушения. Даг взял другую фотографию и не смог сдержать гримасы отвращения. Доктор Андреевон сделал подробные снимки гениталий женщины, на которых отчетливо выступали все разрывы и опухоли. Человек, напавший на нее, вне всякого сомнения, был психически нездоров. В рапорте подчеркивалось, что все раны нанесены при жизни, причем одновременно женщину душили. это предполагало наличие недюжинной силы, одной рукой душить женщину, другой наносить ей удары острым предметом. Или, возможно, она начала уже терять сознание, поэтому перестала сопротивляться. Хорошо, если это так, подумал Даг, опуская фотографии. Хочется верить, что она к тому времени уже потеряла сознание. На сообщении инспектора Дара состояла пометка для служебного пользования, оно состояло всего из нескольких строк. Господин главный комиссар, имею честь довести до вашего сведения, что мои информаторы собрали данные о смертях аналогичных смерти вдовы Джонсон как в Сент-Китс, так и в Антигуа и Сент-Висенте. Не имея преимущественного права вести следственные мероприятия на этих территориях, я позволю себе рекомендовать войти в контакт с местными властями в целях достижения результатов в расследовании. Если ниже изложенная информация верна, представляется весьма вероятным, что мы имеем дело с опасным преступником, действующим в районе Карибского бассейна. Благодарю вас в надежде, что вы с должным вниманием отнесетесь к моему заявлению и так далее. Далее следовали даты и имена. 11 марта 1975 город Антигуа Элизабет Мартен Черная 34 года повешена. Депрессия после развода. Вскрытие не производилось. 16 декабря 1975 город Сент-Винсент Иран Кауфман Белая 31 год не замужем повешена. Незадолго до этого была уволена с работы по подозрению в краже денег из кассы своего предприятия. Вскрытие не производилось. 3 июля 1976 город Сент-Китс Ким Локарно азиатского происхождения 32 года вдова повешена. Злоупотребляла алкоголем после смерти мужа летчика истребителя. Вскрытие не производилось. 10 октября 1976 город Сент-Мари Лоран Дюма Белая 34 года жила отдельно от мужа повешена. Алкоголичка и проститутка мать цветной девочки по имени Шарлотта Вскрытие подтвердило версию самоубийства. Март 1977 город Труа-Ривьер Гваделупа Дженнифер Джонсон Я был прав. Посмотрите-ка он протянул письмо священнику. Последний документ дела представлял собой обыкновенный напечатанный на машинке листок который отправил окружной полицейский комиссар Маршан из Баифа Дорогой друг я получил ваше сообщение от 28 числа я не думаю что вывод к которому пришел ваш инспектор Дарас требует совместных усилий наших полицейских бригад и без того перегруженных работой полагаю речь идет о простом совпадении вам не хуже меня известно что при желании можно отыскать связь между чем угодно и кем угодно это обычный софизм у моего бюджета на него аллергия напоминаю что мы имеем честь пригласить вас сегодня на ужин с наилучшими пожеланиями и так витиеватое послание Дараса последствий не имело регион представлял собой такую мешанину островов американских французских испанских или голландских что несмотря на мнение коллеги у комиссара Корне похоже не было решительно никакого желания гоняться за убийцей призраком по всему Карибскому морю в результате он ограничился тем что просто начертал на листке красными чернилами два слова дело закрыть разумеется сам по себе список ровным счетом ничего не доказывал женщины кончали жизнь самоубийством едва ли не каждый день но должно быть Дарас почуял едва заметный гнилостный запашок который Дак ощущал с тех самых пор как прикоснулся к этому делу он отметил даже дело Лоран Дюма и если бы этот идиот Джонс не помешал Луису Родригесу выполнить свою работу возможно тайно раскрылась бы быстрее или по крайней мере комиссар Корне счел бы возможным поддержать своего инспектора невероятно пробормотал отец лежа кладя бумаги на место казалось он был искренне потрясен если бы вы случайно не наткнулись на того молодого инспектора вам бы не удалось заполучить этот текст забавно думать что с той минуты как мы проснулись сегодня утром он и я все наши действия неминуемо вели к нашей встрече в определенное время согласился Дак во всяком случае три четверти преступлений раскрываются благодаря доносам мы ведь не следователи а просто сборщики фактов ну-ну только без лишней скромности вы и вправду полагаете что всех этих женщин убил один и тот же человек к сожалению я полагаю что это верно на девяносто процентов ответил Дак раскрывая вложенный в папку конверт оттуда выпала пачка пожелтевших листков аккуратно вырезанные и обведенные и обведенные рамочками газетные статьи все они были из рубрики происшествия элизабет и рен ким лоран и дженнифер фотографии в овале Дак долго изучал газетные вырезки передавая их по мере прочтения отцу все женщины были одиноки и несчастны сделал вывод Дак в любом из подобных случаев самоубийство представляется логичным этот тип был весьма хитер жертв он отбирал не случайно три белые женщины одна черная одна азиатка что касается цвета кожи полный набор хотя возрастные ограничения имеются всем им было между тридцатью и сорока и какой вы из этого делаете вывод в данный момент никакого завтра позвоню Дарасу вздохнул Дак поднимаясь но ваша клиентка Шарлотта Дюма она ведь платит вам совсем не за это нет это за свой счет а ей я скажу что бросаю дело ее отца отыскать невозможно если только он не это было бы ужасно прервал его священник приложить столько усилий чтобы найти ее отца и в конце концов прийти к выводу что он и есть убийца садист уж кому кому а вам должно быть прекрасно известно что возможно все разве нет вы знаете что в квартире Мартинес я нашел анонимное письмо нет я этого не знал я думаю оно было послано Луазо соседом в убийстве Лоран он обвинял дьявола мне его слова тогда показались обычным алкогольным бредом но возможно имеется ввиду прозвище или что-то в этом роде он дал такое прозвище какому-нибудь знакомому Лоран которого считал чудовищно опасным не хочу злословить по поводу Луазо но должен заметить что уже лет 60 он пьет не просыхая я тут как раз подумал что если исходить из даты рождения Шарлотты таинственный Джимми должно быть имел сексуальную связь с Лоран Дюма начиная с апреля значит он находился на острове в сухой сезон 70-го года то есть летом а как вам должно быть известно 15-го августа там происходят грандиозные празднества шествия конечно же но также балы соревнования рыбаков песенные конкурсы гигантское барбекю на берегу Гранданс дак поддак но он прекрасно помнил об этих праздниках 4 дня перов и развлечений когда от любого за 100 шагов разила Рома вот я и подумал продолжил священник а вдруг наших голубков кто-нибудь случайно сфотографировал без их ведома когда они принимали участие в увеселениях может быть стоит посмотреть старые газеты кто знает интересующий нас мужчина к тому времени мог уже уехать это объясняет почему он не узнал о беременности Лоран но вы тем не менее натолкнули меня на мысль воскликнул дак я помню был там один как его звали да манго колдун он держал фото отелье напротив лавки он шнырял по всему острову и щелкал всех подряд потом вручал вам квитанцию и если вы хотели получить фотографию нужно было прийти за ней на следующий день и вы полагаете что у манго могли сохраниться фотографии сделанные возможно в 1970 году не знаю вы сами сказали стоит попытаться отец лежа скептически ухмыльнулся почему бы и нет а как вы думаете Луиза не станет говорить об этом со своим женихом Франциско может и станет в конце концов какая разница лишь бы она не стала говорить об этом с убийцей или если он каким-то образом прознает об этом если этот человек действительно 20 лет назад совершил все эти преступления он не может допустить чтобы это когда-нибудь всплыло на поверхность и разумеется он готов на все ради своей цели может он уже умер заметил я склонен думать что он скорее всего жив чувствует что находится в опасности и готов действовать любыми средствами например подослать к вам профессионального убийцу я полагаю что вы вступили в чрезвычайно опасную игру господин Леруа это не заставит меня отступить кстати вы обратили внимание все убийства произошли в течение довольно короткого промежутка времени около двух лет отец лежа нахмурился нам неизвестно располагал ли инспектор до раз всей необходимой информации надо бы проверить периоды чуть раньше и чуть позже кроме того возможно тот человек просто не мог совершать убийство до этого времени например был слишком молод тут совсем другое возразил Даг если исходить из предположения что преступник таинственной Джимми любовник Лоран зачем ему ждать пять лет чтобы убить ее могло произойти какое-нибудь событие и у того человека помутилось в голове абусус абусом инвокат бездна взывает к бездне латынь у вас слишком мало исходных данных на мой взгляд все совершенно безнадежно время нанесло на это дело слишком толстый слой пыли вы уподобляетесь археологу который ищет занесенный песком город не имея ни малейших указаний на то где именно его следует искать у вас пораженческое настроение отец мой возразил Даг наливая себе стакан воды я-то полагал что с демонами следует бороться изо всех сил а типа способного искромсать внутренности молодой женщины иначе как демоном и не назовешь разве не так отец лежа назидательно поднял указательный палец вы смеетесь надо мной господин детектив вы принимаете меня за престарелого маразматика но поверьте я говорю от всего сердца вы стоите на пороге чудовищных неприятностей подозрительные знакомства чреваты неприятностями я знаю Даг задумчиво сполоснул под краном стакан отец лежи без сомнения прав за примером далеко ходить не надо мисс А.Х кто мог послать ее по его следу если не убийца с другой стороны откуда убийца знал что Даг начал расследование неужели он всегда был в курсе того что происходит на острове после стольких лет еще одно предположение вдруг Даг его уже встретил отец лежи зажег контрабандную кубинскую сигару и блаженно стал сосать ее не желаете ли не хочется богохульствовать но эти Монте-Кристо воистину божественны я хочу быть уверен в одном прервал его Даг прошу вас вы можете мне поклясться что никогда не слышали на исповеди ничего что имело бы отношение к этому делу прежде чем ответить отец лежи выпустил крупный завиток дыма я не имею права клясться но готов дать вам честное слово Даг вновь перечел краткий отчет доктора Леона Андре К счастью этим делом занимался не Джонс иначе вполне вероятно он и здесь ничего бы не заметил так повешенная женщина еще одна такова жизнь разрешение на захоронение опля пив пав несите следующую должно быть у этого Джонса вместо мозгов формалин ладно какой смысл попусту резонерствовать Даг взглянул на часы я попытаюсь поспать час-другой вы не собираетесь ложиться я сплю мало у меня бессонница обычно я читаю пока не засну в кресле за меня не беспокойтесь устраивайтесь в спальне спасибо я в самом деле очень признателен вам за помощь ну ну не говорите глупости это вы помогаете мне избавиться от рутины и скуки если собираетесь сразиться с драконом по имени Луиза советую хорошенько отдохнуть Даг оставалось лишь согласиться и прикрыть дверь ему показалось что в глазах священника блеснуло лукавство комната была обставлена весьма скромно раскладушка заправленная белым покрывалом маленький ночной столик сосновый шкаф возле окна стол и стул на столе у стены лежала стопка книг несколько томиков по теологии о природе вещей Лукреция латинская грамматика жизнеописания святой Терезы и никакого порнографического журнала спрятанного под стопкой стащив ботинки и поставив маленький походный будильник на два тридцать Даг не снимая одежды вытянулся на раскладушке чтобы заснуть он смотрел на белые стены не видя их стараясь изгнать из головы любые образы мужчина преследовавший одиноких женщин лет тридцати душил их и мучил не оставляя следов безмолвный и стремительный как волк хищник который сумел замаскироваться на долгие годы если только он уже не умер но аха откуда взялась эта женщина посланная убить самого Дага может она совершила ошибку может перепутала мишень маловероятно тогда что 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 вопросы цеплялись один за другой как вагоны поезда они проносились бесконечно бормоча что-то монотонное поезд несущийся по голым равнинам к неизвестной цели Фрэнки Вурт тяжело дыша приподнялся на локтях белокурая девица лежавшая под ним на животе ритмично стонала убедительно изображая страсть не переставая энергично двигать бедрами он зажег сигарету и глубоко вдохнул дым в целом неплохой вечерок два придурка получили по заслугам к тому же с ним связался Васку Пакири похоже предстоят любопытные деловые переговоры старый Дон Моррис на которого работает Фрэнки впадает в слабоумие еще немного и он окончательно потеряет контроль над контрабандой кокаина у Пакири имелись определенные амбиции он уже видел себя в роли его наследника Фрэнки должен хорошенько подумать прежде чем выбрать к какому примкнуть лагерю в этой войне бант обещавший быть безжалостной и кровавой необходимо следовать за своей звездой в порыве энтузиазма он крепко всадил девица она вцепилась в подушку так громко завопив да-да-да что Фрэнки захотелось размочить ей голову о стену заткнись сука вскричал он резко схватив ее за волосы заткнись она немедленно замолчала год прошептал Фрэнки ослабя хватку ладно пробормотал он снова уже для самого себя так пока все шло прекрасно он трахал мир как трахал сейчас эту шлюху и горе тому кто попытается встать у него на пути глава седьмая Дак подскочил на постели в ночи раздавался дребезжащий звук будильника он нажал на кнопку и звонок затих в конечном счете ему удалось немного поспать он поднялся открыл дверь и на цыпочках прошел через кабинет отец лежа похрапывал в своем кресле с открытой книгой на коленях дул легкий ветерок сверкали звезды Дак запустил руку в волосы и заведев на пути фонтанчик ополоснул лицо и прополоскал рот а теперь кто кого дорогая Луиза подумал он улыбаясь безмолвный дом белел в темноте в глубине сада Дак уселся на уже знакомую ему груду старых покрышек и принялся ждать вокруг было тихо под понтонами плескалась вода где-то злобно мяукнула кошка что-то мелькнуло в зарослях папоротника Дак с трудом боролся с искушением закурить ровно в три дверь приоткрылась из крыльца скользнул тонкий силуэт вы здесь прошептала Луиза стараясь отыскать его взглядом в темноте вместо ответа Дак вытянул руку и схватил женщину за запястье она отпрянула словно от прикосновения змеи и отдала ему толстый конверт вот ваши письма вы спите в доме священника скоро не имею возможности спать с вами оставьте пакет там я заберу его днем ответила она не отреагировав на его реплику а теперь убирайтесь мне пора возвращаться как любезно с вашей стороны а прощальный поцелуй обойдетесь должна вам сказать что вы сильно ошибаетесь на мой счет я не из тех идиоток которых вы наверное привыкли коллекционировать и складывать штабелями и не смейте здесь шастать а то я скажу Франсиску и он вам задницу надерет славная дедовская традиция я полагаю Луиза мне бы хотелось снова вас увидеть нет ну какое трепло следовало незамедлительно расставить все точки нады вы что совсем тупой вы мне не нравитесь понятно совершенно не нравитесь вы мне просто отвратительны трясите своей ширинкой где-нибудь в другом месте а меня оставьте в покое вам ясно окей я все понял спасибо за письма и прощайте я ухожу с разбитым сердцем моя душа сотрясается в немых рыданиях бормотал Даг неумолимо приближаясь Луиза сделала шаг назад ее ноги зацепились за грабли и она чуть было не упала навзничь Даг подхватил ее и привлек к себе он почувствовал как к его животу прижались ее груди оставайтесь с нами милое дитя немедленно отпустите или я закричу ооо я просто обожаю подобные диалоги теперь мне полагается ответить ты будешь моей сука хочешь ты этого или нет ублюдок Даг даже не успел спросить себя почему это в последнее время все встреченные им женщины имеют тенденцию называть его ублюдком идиотом кретином или на худой из окон дома загорелся свет и мужской голос в котором он узнал голос мускулистого Марселла прокричал Луиза это ты да я услышал какой-то шум сейчас иду все в порядке лгунь я прошептал Даг прижимая ее к себе иди ложись велел Луиза брату пытаясь вцепиться Дагу в физиономию ты уверена да говорю же тебе ты разбудишь маму кто там это Франсиско да нет же все в порядке сколько можно повторять она билась изо всех сил пытаясь освободиться Даг внезапно отпустил ее и она не удержавшись упала в траву Луиза голова брата показалась в дверном проеме я упала черт побери закрой дверь слышишь Даг отступил в тень деревьев улыбаясь он смотрел как она поднимается мстительно грозит ему кулаком и возвращается в дом дверь тотчас же захлопнулась приятная была беседа теперь письма отец лежа по-прежнему спал Даг проскользнул в комнату бросился на кровать и стал рассматривать свою добычу пухлый конверт откуда выпали страниц 30 покрытые крупным изломанным почерком на каждом письме в правом верхнем углу стояла дата он быстро выбрал четыре послания которые относились к интересующему его периоду моя дорогая у меня здесь все хорошо работа нетрудная коллеги приветливые начальник лаборатории очень симпатичный человек так что обо мне не беспокойся я надеюсь что у тебя и у детей тоже все в порядке несколько дней назад этот подонок Джонс приезжал сюда к Лонге это здесь главный начальник и мы с ним столкнулись в коридоре он со мной даже не поздоровался ты представляешь почти четыре года я работал под его началом а это дерьмо со мной даже не здоровается а ведь это он сам во всем виноват ему следовало бы просить у меня прощения на коленях потому что та женщина была изнасилована и убита это чистая правда и из-за того что я осмелился сказать правду теперь я должен жить вдали от тебя и от детей этот мир просто отвратителен особенно для таких как мы будь я белым Джонс не осмелился бы отправить мое донесение в мусорное ведро впрочем я не собираюсь без конца пережевывать свои неприятности и волновать тебя я питаюсь хорошо и бессонницы у меня нет так что ни о чем не беспокойся но когда я думаю о том что этот пьянчушка даже не заметил ни кровоподтеков на малых губах ни вагинальных разрывов и уверяет будто она якобы могла пораниться когда падала на что она интересно падала на отвертку прости меня все никак не могу остановиться я должен заканчивать письмо потому что сейчас придет почтальон крепко обнимаю тебя поцелуй от меня детей скажи им чтобы слушались а то папа приедет и отшлепает любящий тебя Луис в двух следующих письмах говорилось в общем о том же самом нового ничего не было чувствовалось что Луис никак не мог примириться с этим переводом на другое место работы и он был прав вздохнул дак поднимаясь с постели если бы его тогда выслушали возможно удалось бы предотвратить убийство Дженнифер Джонсон развернув четвертое письмо датированное апрелем 1977 года он быстро пробежал первые строчки и внезапно остановился словно парализованный я только что прочел в газете что они нашли у нас еще одну повешенную женщину в Бастерн на этот раз вскрытие делал Андре Вон и он-то увидел что речь идет об убийстве это доказывает что я тогда был прав я не хочу рисковать потерять свое место оно слишком нужно нам обоим но молчать до бесконечности я тоже не намерен и так я связался с нашими инспекторами которым поручено дело и все им рассказал оговорив чтобы имя мое ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не упоминалось что я просто хочу облегчить им расследование а сам я больше этим не занимаюсь хватит пусть теперь полиция ломает голову единственное что я хочу так это заработать побольше денег для нас Дак не мог удержаться и присвистнул сквозь зубы выходит Родригес связался с Дарасом и Го значит эта сволочь Го прекрасно знал что Лоран Дюма была убита почему же он не подал виду разве что Дак нервно шагал взад и вперед по комнате разве что Толстяку кое-что известно отделил Оран и это кое-что он боится раскрыть Дак раздраженно отбросил письма все было ужасно запутано и не только из-за того что прошло уже столько времени но и потому что за всем этим чувствовалась коварная рука умного и жестокого убийцы хладнокровного способного рисковать и умело путать карты человек убивший всех этих женщин действовал не в приступе гнева и не в опьянении Дак был убежден что он совершал это ради удовольствия подобно тому как ребенок мучит насекомое и притаившись во тьме он с порочной ухмылкой наблюдал за отчаянными усилиями Дага он решил что пытаться заснуть не имеет смысла самое время сейчас вновь взглянуть на папку с делом Джонсон Даг бесшумно открыл дверь и приблизился к отцу Леже который даже не пошевелился для человека страдающего бессонницей он спал слишком крепко Даг поискал взглядом досье куда он мог его засунуть возможно отец Леже решил его просмотреть перед сном он приблизился к священнику ни на коленях ни рядом на кресле ничего не было на письменном столе тоже что он с ним сделал Даг обследовал диван с обивкой в цветочек крохотную кухню этажерки опустился даже на четвереньки чтобы посмотреть под буфетом ничего ему неудобно было будить спящего это досье конечно же было где-то здесь он вернулся в комнату может быть он сам унес его и забыл об этом ничего черт он опять прошел в гостиную задумчиво поскреб щеку священник продолжал спать несмотря на шум который Даг производил осматривая дом он склонился над креслом может Кюра сидит на папке ничего внезапно непонятно почему его охватило дурное предчувствие проклятое досье исчезло и священник спал беспробудным сном он осторожно приблизился к старику который сидел привалившись к подлокотнику свесив голову на грудь может нет это невозможно но все-таки не в силах скрыть тревогу Даг позвал эй просыпайтесь отец лежа не пошевелился ради бога никакой реакции Даг бросился к священнику и поднял его голову он сразу заметил фиолетовую рану по лицу бежала струйка крови отец лежа тяжело дышал через рот Даг в полголоса выругался и бросился на кухню он схватил полотенце смочил его холодной водой и бегом вернувшись в гостиную стал вытирать лицо священника который внезапно издал короткий стон Даг снова смочил полотенце и повторил все заново затем взял в морозильной камере несколько кусочков льда обернул их целлофановым мешочком висящим на ручке дверцы и приложил к голове священника который внезапно открыл глаза что такое вас оглушили что он поднес руку к голове у меня череп раскалывается у вас на голове рана шириной в палец вам повезло что вы вообще остались живы как это случилось но я понятия не имею воскликнул досточтимый отец с гримасой боли на лице я спал я даже не понял что кто-то напал на меня это неслыханно меня оглушили а я даже не почувствовал дак склонился над ним может обратиться в больницу чтобы вам зашили рану нет нет не стоит посмотрите уже и крови нет я признаться просто потрясен меня за 20 лет ни разу не ограбили здесь никто не запирает двери на ключ и впрямь приключения преследуют вас по пятам вот именно ответил дак кстати и досье Дженнифер Джонсон исчезло что уж вы простите старика который несколько отупел от удара но не могли бы вы повторить папка с делом Дженнифер Джонсон исчезла вас оглушили дело исчезло а я отсутствовал не больше часа должно быть видели как вы уходите и решили что я одинок и уязвим но какой интерес может представлять это досье черт двадцать лет оно лежало себе спокойно в архиве возмутился дак с размаху опускаясь на жалобно пискнувший диван отец лежи осторожно переместил кусочки льда на голове ну надо же какая неприятность лично я отношу себя к созерцателям я не человек дела давайте поразмыслим должен вам признаться я просто выбит из колеи общаться с детективом гоняться за убийцами подвергаться нападению и решать неожиданные загадки это отнюдь не в моем духе и не в моем тоже как правило мне приходится заниматься обманутыми мужьями и сбежавшими из дому детьми у вас спиртное в доме есть нет нет не стоит будет жечь не для вас а для меня мне необходимо что-нибудь выпить и покрепче ах да в буфете есть ром истинное наслаждение вы оцените впрочем налейте мне немножко чуть-чуть дак послушно наполнил два стакана один протянул отцу лежа который пригубил ром с видом знатока ах фу бон и бон мэм просто замечательно воскликнул он причмокивая от удовольствия очень вкусно нет ничего лучше для такой ночи приключений итак на чем мы остановились я отправился к луизе за письмами а кто-то вас оглушил и украл досье проговорил дак залпом опрокинув стакан рома нет не отсюда давайте мать шарлотт я все взял могу продолжать итак я прихожу в дом к мадмузель мартинес работавшей в те годы в отделе социального попечительства она умирает от сердечного приступа буквально на моих руках я звоню шарлотте она просит меня не бросать дело а продолжать еще 4 дня то есть до пятницы на следующий день во вторник 27 я разговариваю с Джоном Луазо он в полном маразме затем на меня нападают два ублюдка шестерки некоего Фрэнки Вурта вы все записываете прервал его отец Леже да я захожу к вам потом наношу визит Джонсу Джонс наводит меня на след Родригеса который умер буквально на днях среда 28 я отправляюсь на похороны навещаю Лонге я звоню Лестеру спрашиваю у него номер Го какая-то женщина с инициалами АХ пытается меня убить и сама случайно погибает я беседую с Го потом встречаю молодого инспектора который рассказывает мне о Дженнифер Джонсон я краду досье Джонсон отправляюсь на поминки к Родригесам Луиза ночь со среды на четверг я иду на свидание вас оглушают досье украдено вы никого не забыли нет ах да кузен Луизы Франциско он утверждает что видел меня у Луазо что вы знаете об этом парне я знаю его с детства очень серьезный мальчик замкнутый много занимается настойчивый Франциско всегда был влюблен в Луизу а с тех пор как она порвала со своим предыдущим приятелем решил так сказать побороться за место и между прочим небезуспешно ему сейчас должно быть около сорока его вполне можно считать потенциальным подозреваемым решительно произнес священник его ноздри трепетали от возбуждения во всяком случае он явно вам лжет добавил он внимательно рассматривая список го тоже мне солгал я читал письма Луиса Родригеса он ведь предупреждал полицейских по поводу Лоран следовательно го знал что Лоран Дюма была убита но он почему-то мне об этом говорить не стал и Лонге мне солгал в рапорте Луиса Родригеса говорилось об изнасиловании а Лонге не упомянул об этом ни слова так но почему они солгали они покрывают убийцу может они боятся задумчиво произнес Даг или Лонге никогда не видел настоящего заключения Родригеса предложил отец лже с плотоядной улыбкой вы выглядите просто ужасно с пакетиком льда на голове и с кровожадным огнем в глазах вам нужно писать детектива всегда мечтал об этом можно сказать с детства никогда не поздно нет нет что бы вы подарили мне тайну настоящую тайну вот в чем дело давайте продолжать мы все разгадаем у нас получится я просто уверен вы только что советовали мне все бросить удивился Даг допивая стакан скажем так с тех пор я принял крещение огнем и подцепил вирус а и вы туда же но мы не уверены есть ли между всем этим связь произнес Даг щедро наливая себе еще стакан великолепный ром а может нам все-таки поспать немного спите если хотите в вашем возрасте это естественно а я хотел еще немного подумать провозгласил отец лже поудобнее устраиваясь в своем кресле со списком в руках Даг попытался спрятать улыбку спятивший на детективной почве Кюре повезло ему с напарником он зевнул скоро уже рассветет нужно попытаться немного поспать он растянулся на кровати положив рядом письма и сам не заметил как провалился в глубокий сон мужчина протянул руку к небольшой морозильной камере установленной прямо в каюте и взял оттуда бутылку ледяного пива папка с делом Джонсон лежала перед ним шлюп покачивался на бирюзовых волнах в фалах свистел ветер приятное ощущение он смотрел как занимается заря как мерцающая глыба солнца показывается над водой он вытянулся на койке чуть опустил козырек бейсболки и отхлебнул большой глоток пива это тоже было приятное ощущение он поставил бутылку на палубу и схватил тетрадь в твердой темно-синей обложке с простой надписью золочеными буквами судовой дневник мужчина открыл ее взгляд его лениво пробежал по некоторым отрывкам выбранным наугад 16 декабря 1975 прекрасная была охота вчера вечером девица визжала не переставая почти два часа когда она поняла что я собираюсь с ней сделать под конец стала истерически умолять меня я надавил ей большим пальцем на одну точку на горле я научился так делать у командус это ее парализовало она была жива но потеряла способность двигаться я убивал ее как можно медленнее зная что она в полном сознании и все понимает я наблюдал как ее глаза выкатились из орбиты вращались во все стороны как она до крови искусала себе язык потом я вымыл ее опять одел и повесил очень даже красивая девица очень сексуальная очень мертвая если бы только я мог довольствоваться изнасилованием но сексуальные отношения для меня невозможны мой член напрягается этот прилив крови толкает меня к ней но на этом все и заканчивается как только я оказываюсь внутри у меня возникает ощущение будто я ковыряю палкой ком земли я смотрю как забойщик трахает их как шлюх они есть шлюхи но и этого мне мало я должен убивать их я люблю их убивать люблю тот самый момент когда их убиваю когда они превращаются в моих руках в безжизненные предметы тяжелые и вялые куклы которые мне нравится иногда ставить в нелепые позы я очень хотел бы понять что они при этом чувствуют если бы я мог запереть одну из них в надежном месте и медленно сдирать с нее шкуру обнажая нервы отделяя их один от другого чтобы увидеть как это все функционирует но нужно быть осторожным мне все время это повторяет я уверен что если бы у меня были средства продолжить учебу я стал бы великим биологом таковы последствия нереализованного призвания приходится довольствоваться тем что имею 18 апреля 1976 Го меня боится он ничего не говорит но он боится я чувствую его страх он воняет есть страхи которые пахнут влажной землей а его страх пахнет помойкой ему хотелось бы остановиться я объяснил ему что в данный момент это невозможно что стал бы делать инициатор без своего забойщика июнь 1970 в Соединенных Штатах появилась новая смертельная болезнь они называют это СПИД она передается через кровь и при сексуальных контактах заразить что ли Го перечитывая этот отрывок мужчина усмехнулся с тех пор многое изменилось великолепная эпидемия он с удовольствием вспомнил о своем посещении одного госпиталя в Майами который специализировался на таких больных они это называли хоспис он любил наблюдать за умирающими больными в конечной стадии это мгновенно утоляло его жажду разрушения как кусочек льда положенный на воспаленную десну но желание быстро возвращалось с тех пор как великий распорядитель принял решение о распуске их группы он научился утолять жажду насилия при помощи специально созданных схем существовало множество стран где в его распоряжении имелись рабы и никто никогда не говорил ни о каких убийствах он вздохнул все-таки с рабами было не так забавно разница та же что между кроликом выращенным в крольчатнике и зайцем которого часами выслеживаясь ружьем в руке он вновь обратился к судовому журналу зажав между ногами бутылку с пивом 5 октября 1976 вчера вечером я в первый раз обрабатывал мамашу в то время как ее дочка спала в соседней комнате я ей сказал что она должна умереть и что если она будет кричать то дочь проснется а если она проснется я буду вынужден сделать с ней то же самое она замолчала и молчала все время даже когда я начал забавляться с иглой материнская любовь это и в самом деле нечто удивительное может быть стоило все-таки избавиться от девчонки боюсь что я проявил излишнюю чувствительность мужчина раздраженно захлопнул тетрадь да нужно было в тот вечер избавиться от девчонки но кто же мог предположить что через 20 лет он выпрямился опершись на локоть опустил губы в пену бессмысленно жалеть о прошлом нужно продумать план действий было совершенно очевидно го сделал глупость го должен быть наказан старая развалина покончит с собой этого несчастного Леруа тоже придется убрать как и всех тех с кем он так неосмотрительно переговорил Шарлотту Дюма и Васко Пакири Луизу Родригес и еще нужно будет найти виновника который бы всех устроил работы в перспективе достаточно будем надеяться что сноровка еще не потеряна он выцедил последнюю каплю пива и поднялся чтобы бросить пустую бутылку в мусорное ведро беспорядок выводил его из себя он взял досье и некоторое время с легкой ухмылкой разглядывал фотографии со вскрытия затем чиркнул спичкой и поджег бумаги фотографии стали потрескивать испуская запах жженого пластика и съежились в огне лицо Дженнифер превратилось в маску показавшуюся ему невероятно комичной он подождал пока огонь не поглотит все окончательно казалось он совсем не чувствует его жара затем он раскрыл ладонь и пепел упал в светлую воду в обрамлении пены со стороны открытого моря набегали волны словно сильные ритмичные властные толчки бедер в воздухе ощущался тот особый запах который предвещает наступление бури он облизал пальцы почувствовал привкус соли он любил слушать грохот волн в нем слышалась спокойная уверенность в незыблемой жестокости мира ему нравилась безудержность разбушевавшихся стихий ему нравилось по-своему налаживать это хрупкое равновесие между свирепостью бури и взмахом крыльев бабочки внушать ужас заставлять страдать изысканно утонченно да он был инициатором тем кто открывает ворота другого мира искривленные ворота отчаяния тяжелые двери последнего предсмертного опыта и раз уж его на это толкают он покажет на что способен бортовое радио начало передавать метеосводку и он прислушался если прогноз подтвердится и разразится буря всякое перемещение по морю станет невозможным придется отвезти шлюп в надежное место и взять на прокат машину чтобы ездить по острову какое забавное совпадение так называемый приятель очаровательной Луизы как раз работает в пункте проката глава восьмая отец лежей не сомкнул глаз погруженный в мрачные мысли в комнату постепенно проникал дневной свет а священник все сидел неподвижно кубики льда в пакете уже давно растаяли и вода капала прямо ему на лицо но он этого даже не замечал голова раскалывалась от удара и он наконец поднялся чтобы принять аспирин заодно он поставил кипятить воду было уже около девяти самое время будить неугомонного детектива яхта тихо покачивалась на зеленых волнах опершись на леер курил вахтиной погрузившись в свои мечтания ощущая на пояснице успокаивающие прикосновения пистолета Смит Вессон ветер лениво трепал кроны пальм лагуна дремала под солнцем а довольно сильная зыбь на море казалась вполне безопасной сидя в роскошно отделанном белой кожей салоне Шарлотта рассеянно смотрела утреннюю передачу по маленькому переносному телевизору и ела свою порцию овсянки сдобренной крепким дайкири коктейль из рома с лимонным соком и сахаром она нервничала какого черта она вообще обратилась в это детективное агентство ну узнает она что папаша ее безработный рубщик тростника или банковский служащий в галстуке удавки а дальше что да и кому нужна такая дочь как она она совсем не похожа на трогательное очаровательное создание которое мечтаешь прижать к своему сердцу может у таких женщин как она вообще не бывает отцов испитана с мужчинами которые тоже не знают своих корней она бросила взгляд на Васко который напевая готовил себе дозу героина на тонкой золотой дощечке с выграверными на ней инициалами которые подарили ему друзья из богаты он сделал глубокий вдох прислушиваясь к своим ощущениям достаточно ли хорошо качества он употреблял только экстра товар причем в умеренных количествах еще не хватало разжижать себе мозг крэком или еще какой-нибудь дурью предназначенной для продажи он предложил дозу Шарлотте но она отрицательно покачала головой она достаточно насмотрелась на своих приятельниц в трущобах которые вынуждены были выходить на панель чтобы добыть себе на один единственный укол никогда в жизни не притронется она к этой дряни алкоголя ей вполне достаточно пронзительный звонок мобильного телефона раздался внезапно Шарлотта приглушила звук телевизора обваску поднял трубку дигам алло когда он услышал что говорит ему собеседник лицо его застыло не произнеся в ответ ни слова он медленно положил трубку на место что случилось забеспокоить Шарлотта он медленно выпрям да он да он да он да он и был ребенком в 90 килограммов весом он медленно повернулся к ней взял приготовленный для него стакан и швырнул его в стену затянутую светло-розовым льном стакан разбился с глухим звоном и осколки хрустальным дождем засыпали толстый персидский ковер Шарлотта вздохнула вот мальчишка что ж приходится все брать в свои руки она подошла к нему и успокаивающе положила руку на плечо эта женщина для тебя много значило Васко обернулся к ней и впервые с тех пор как они стали жить вместе она увидела в его глазах страх это была моя молочная сестра черт Васко сто раз рассказывал ей об этой пресловутой Аните Шарлотта даже устроила как-то сцену ревности но он ей объяснил что они с Анитой были как брат и сестра их воспитывала одна и та же кормилица в Венесуэле была такая полусумасшедшая старуха которая жила на краю джунглей подбирала всех бездомных кошек и детей и кормила их одним и тем же мякотью свинины с рисом они-то убили неудивительно что у Васко крыша поехала она хотела взять его за руку но он резко высвободился как это случилось в Сент-Мари в Гранбурге какой-то ублюдок выпустил ей пулю в живот и сбежал интересно кто это был рассеянно поинтересовалась Шарлотта думая о том не пора ли подновить слой лака на ногтях Васко был таким сентиментальным узнают и очень скоро я тебе это обещаю и я лично займусь этим типом Васко повернулся к ней и резко схватил за волосы грязная шлюха тебе ведь наплевать да нет клянусь тебе нет мне очень грустно за тебя милый но по правде говоря она не чувствовала ровным счетом ничего она вообще редко позволяла себе испытывать какие-либо эмоции дорого обходятся эти эмоции и приносят боль их следует расходовать экономно на колени велел ей Васко ты делаешь мне больно запротестовала она для порядка на колени он силой бросил ее на пол и крепко обхватив затылок заставил прижаться ртом к низу его живота Шарлотта вздохнула услышав как скользнула молния на ширинке лак подождет лишь бы тот костюм еще не успели продать чайник принялся свистеть отец лежа налил воды в две чашки добавил растворимого кофе сахар и вернувшись в гостиную поставил все на маленький низкий столик затем постучал в дверь спальни валы разбивались о черный прибрежный песок перемещая дюны а дак лежал на гребне волны обнаженный скрестив на груди руки потом он повернулся и увидел ее ту волну истине черная громадина с невероятно огромной белой сочащейся слюной пастью открытой чтобы поглотить его надо было нырять он стал извиваться зарывая лицо в простыне все напрасно волна проглотила его стала перекатывать в своем горячем зловонном брюхе швырять раз за разом на скалистое дно методично дробя все его кости до единой и наконец выплюнуло на песок полумертвого с набитым рыбами ртом он с трудом разлепил глаза он был мокрым от пота и вымотанным до предела в дверь с силой барабанили вставайте мальчик мой кофе готов иду проговорил Дак с трудом ворочая языком интересно который час девять часов черт старикашка мог бы дать ему еще немного поспать он сел вытер простыней мокрое лицо какой кошмарный сон ему снился еще один но он уже не помнил какой сон в котором мадемуазель Мартинес беседовала о нем с инспектором Го Мартинес он вспомнил свой предыдущий сон тот самый в котором она называла его дурачком тот самый в котором убийца ждала его в квартире Мартинес и складывала стаканы в раковину в последнее время ему что-то слишком часто стали сниться сны его тетушка полагала будто в снах заложен важный смысл она придавала им пророческое значение Даг пожал плечами и стал одеваться конечно сны имели смысл просто нужно уметь его разгадывать почему мозг не мог посылать понятные и ясные сигналы вместо этих идиотских ребусов он открыл дверь и встретил встревоженный взгляд отца Леже который стоял напротив с чашкой в руках хорошо отдохнули я бы предпочел еще немного поспать нам некогда спать отоспимся когда умрем но ведь считается что нам придется воскреснуть не сразу увы не сразу игриво возразил отец Леже придется еще дождаться последнего суда а поскольку человек существует уже около двух миллионов лет и похоже вполне процветает можно предположить что это событие наступит не завтра выпейте кофе спасибо поблагодарил дак поднося чашку к губам слишком горячо он подул на обжигающую жидкость и позевывая подошел к окну дождь дождь это немного освежит наши мысли жизнерадостно произнес отец Леже кажется будет настоящий ливень видите какое небо мы похоже застрянем здесь на целый день что там метеосводка священник махнул рукой на старенький радиоприемник не знаю не слушал еще дак повернул ручку и нашел нужную станцию певучий голос диктора перечислял спортивные результаты прошедших накануне игр допив кофе дак указал чашкой на голову священника надо бы продезинфицировать рану не самое подходящее время подхватить сепсис у меня где-то должен быть бактерицит пробормотал отец Леже и отправившись в крошечную ванную комнату стал рыться там в поисках лекарства между тем диктор зачитывал последнее известие дак терпеливо выслушал международные сообщения затем настало время местных новостей личность молодой женщины убитой в живот пули из пистолета вчера вечером в самом центре Гранбурга до сих пор не установлена напоминаем что речь идет о белой женщине лет 40 на ней были майка узкие короткие брюки синего цвета и черные кожаные сандалии светлые волосы подстрижены коре глаза голубые рост метр шестьдесят семь вес шестьдесят килограммов при жертве имелась также темно-синя кожаная сумка которая впоследствии исчезла а также медальон с изображением Богородицы и инициалами АХ если это описание напомнило вам кого-либо кто вам известен немедленно обратитесь в полицейское управление в Гранбурге и так все ясно никаких следов но ведь эта девица откуда-то приехала наемные убийцы следуют по своим особым каналам они не материализуются из воздуха девица была профессионалкой это явно не первая ее работа она говорила по-испански имела смысл позвонить Лестеру у него во Флориде связи может быть ему удастся что-нибудь разузнать а теперь о погоде бодро продолжил диктор как было объявлено вчера вечером на побережье надвигается циклон Чарли советуем принять самые серьезные меры предосторожности оставайтесь на волне 97.8 ФМ проверьте хорошо ли закрыты двери и окна рейсы авиакомпании Р-Санта-Мария отменены вплоть до получения дальнейшей информации так же как и судоходные сообщения следите за 12-часовыми новостями для получения дополнительной информации звоните 45-22-22 Дак вздохнул и налил себе еще кофе из-за этого циклона придется потерять много времени а зачем мне собственное время жужжал в голове приглушенный голосок гоняться за неизвестно чьим призраком Дак проигнорировал голосок и стал решительно размешивать кофе вернулся из ванной отец лежит торжествующе демонстрируя флакончик с меркурохромом вот я же говорил что у меня есть бактерицид прежде чем Дак успел предложить помощь священник щедро вылил полный флакон на свои короткие и курчавые волосы жидкость стала растекаться в разные стороны оставляя яркие красные потеки на темных щеках вы похоже переборщили держите Дак протянул ему бумажную салфетку и отец лежа на ощупь стал вытирать голову и лицо перемазавшись в конце концов еще сильнее Дак поставил обе чашки в раковину и стал мыть два стакана из которых они пили накануне внезапно он остановился стаканы стояли в раковине рядом и на дне каждого оставалось еще немного жидкости стаканы грязные стаканы на кухне мадемуазель Мартинес грязные стаканы в раковине сон в котором убийца протягивала ему стакан в доме Мартинес какой же он был дурак он схватил отца лежа за плечо эй осторожней молодой человек я же ранен когда я пришел к Мартинес свет был погашен было темно я вошел она лежала на полу в темноте а в раковине стояли два стакана два стакана которые явственно пахли ромом значит у нее кто-то был ну и что разве это повод чтобы трясти меня как грушу она же не принимала своего гостя в темноте может быть к ней кто-то приходил раньше еще днем послушайте я должен был встретиться с ней чтобы поговорить о Лоран но она умирает прямо у меня на руках между тем как незадолго до этого у нее кто-то был какой вы из этого делаете вывод никакого во сне она сказала мне что я идиот мне приснилось что убийца была у нее и что именно она поставила стакан в раковину Мартинес была убита своим неизвестным посетителем отец лежа почесал лоб ну знаете если мы будем расследовать преступления при помощи снов нет я не возражаю это метод не хуже прочих просто я считаю что лучше придерживаться логики фактов но это как раз логично Мартинес мертва Родригес мертв и оба умерли в самый подходящий момент это почерк аха вы полагаете я должен выйти на след этой девицы у вас есть телефон на моем мобильнике сели батарейки конечно там на столике Даг набрал номер своей конторы Зоя ответила сразу же детективное агентство Макгрегор слушаю привет мне Лестера а это не как самый вежливый человек в мире поторопись Зоя я звоню не от себя блондинка или брюнетка лысая ну скорее сожалею но Лестера нет на месте он в Сент-Китс по делу Богарта черт у тебя есть номер чтобы с ним связаться записываешь Даг записал и тут же повесил трубку не услышав как на том конце надрывается Зоя мог бы и спасибо затем быстро набрал номер мобильника Лестера он совсем забыл про некоего муниципального чиновника по фамилии Богарт у которого пропала дочь Лестер смог установить что та смылась с каким-то мелким дилером и уже несколько недель выслеживал ее сквозь потрескивание неожиданно прорезался его хрипловатый голос алло Лестер это я быстро произнес по-английски Даг слушай это важно ты что-нибудь слышал о женщине которую убили вчера в Гранбурге в новостях по радио а в чем дело у меня важная встреча Даг прости это срочно мне нужно знать кто она Даг дорогой я бы рад но как по-твоему мне это узнать ты вообще соображаешь Флорида что Флорида у нее был заказ Лестер заказ на меня что ну-ка давай подробности Даг вкратце изложил все что было ему известно окей перезвоню через минуту продиктовав ему номер телефона написанный на аппарате и повесив трубку Даг в нетерпении принялся кружить по комнате под снисходительным взглядом отца Леже поднялся сильный ветер шквалистые порывы метались по улице бокалейщик поспешно свернул прилавок торговцы с небольшого открытого рынка бросились к грузовичкам сложив свой товар в необъятные цветастые фартыки отец Леже повернулся к нему но какого черта извините пожалуйста понадобилось красть досье из-за письма адресованного комиссару Корне не забывайте что его на месте не оказалось мне удалось заполучить его по чистой случайности и это заметьте единственное доказательство которое поддерживает нашу гипотезу о серийном убийце завтра я позвоню Дарасу возможно у него сохранилась копия если так то кража не имела никакого смысла пробормотал Даг глядя как за окном падают первые капли дождя и все же она кое на что указывает возразил ему отец Леже судя по всему некто заметил что дело из архива исчезло это может быть только Фрэнсис Го возможно он сам пришел за ним в архив или велел кому-нибудь это сделать но и в том и в другом случае сам он замазан по уши отец Леже снял ногу с колена и наклонился вперед положив подбородок на скрещенные пальцы разумеется есть и другие предположения и какие же во-первых юный инспектор который навел вас на убийство женщины по фамилии Джонсон он мог спуститься в архив и заметить пропажу папки он не стал бы являться суда и лупить вас по затылку чтобы заполучить эту папку обратно к тому же он не мог знать где я нахожусь если только что вряд ли не следил за мной отпадает допустим но согласитесь эту гипотезу нельзя сбрасывать со счетов остается Луиза что Луиза переспросил Дак надменным тоном вы говорили с Луизой об этом досье в конце концов Го может вовсе и не быть замешан в этом деле вы шутите по-вашему Луиза знает убийцу и спешит сообщить ему обо мне прежде чем отдать мне письма подтверждающие его существование полный бред возмутился Дак барабаня пальцами по старому поскрипывающему сундуку возможно она рассказала кому-нибудь сама не понимая Дак театрально хлопнул себя по лбу Франсиско этот милый Франсиско который бывают же такие случайности видел меня у Луазо итак перед нами два разных следа инспектор Го или Франсиско непростой выбор нельзя упускать из виду и тот факт что Франсиско как и Луиза может быть агентом инспектора Го головокружительные перспективы должно быть в искусстве вам нравится техника оптических иллюзий кстати об искусстве не могли бы вы объяснить мне значение изображения которое красуется у вас на правом предплечье кто этот серфингист в маске в окружении комет вы являетесь членом какого-нибудь межпланетного сообщества зазвонил телефон помешав Дагу достойным образом ответить на насмешку Аббата раздался голос Лестера это ты Даг да что-нибудь удалось узнать немного держись хорошенько если верить моим друзьям из Майами девицу соответствующую твоим описанием зовут Анита Хуарес весьма колоритная личность она не работала на конкретного заказчика и свободно перемещалась по всей Южной Америке Бразилии Венесуэлы время от времени наведывалась в наши края если находилась работка не так давно она довольно много трудилась на одного твоего приятеля Вурта нет кое-кого посерьезнее не догадываешься любовник Шарлотты по кири браво дорогуша великий Васку собственной персоной признавайся огорошил я тебя черт вот именно ну ладно мне пора девчонка только что вышла какая еще девчонка дочь богарта я тут тоже не прохлаждаюсь ну развлекайся дальше придурок заткнись вы очень любезный мистер Леруа прежде чем отсоединиться Лестер громко чмокнул аппарат Даг повесил трубку Васку по кире вот жопа он повернулся к отцу лежа который с любопытством наблюдал за ним друзья моего шефа сообщили ему имя одного из недавних заказчиков той женщины которая собиралась меня прикончить ну и это приятель Шарлотты Дюма торговец кокаином ну и ну у вас нет ощущения что вы барахтаетесь в ловушке задумчиво поинтересовался священник не знаю я больше вообще ничего не понимаю пробормотал Даг усаживаясь на диван внезапный шум водопада заставил его открыть глаза дождь лился тяжелым потоком за намокшими занавесками и за стеной воды почти ничего не было видно стало темно и отец Леже наклонился чтобы зажечь небольшую лампу стоявшую на низком столике порывы ветра стали еще сильнее где-то рядом раздался звон разбитого стекла начинается прошептал Даг может быть стоит закрыть ставни пожалуйста если это вас не затруднит Даг взглянул на отца Леже вид у того был измученный черты лица искажены должно быть у него невыносимо болела голова вам наверное стоит полежать вы правы я все бодрюсь хочу выглядеть молодым но старое тело меня подводит пойду немного отдохну священник с видимым усилием выбрался из кресла и медленно направился к спальне Даг попытался закрыть ставни дождь набросился на него с такой силой что когда ему удалось наконец закрыть окно он промок до нитки он замотал головой пытаясь стряхнуть с волос капли дождя и улыбнулся услышав как из спальни доносится раскатистый храп старику сегодня досталось но его улыбка пропала так же быстро как и появилась он был заперт в домике священника затопленном тропическим ливнем и перед ним громоздилось множество вопросов без ответов было что пережевывать в течение долгого дня было отчего скрежетать зубами он включил радио подтверждает что к полудню Чарли достиг восточного побережья Гваделупы в действие вводится план Орсек-Циклон по последним оценкам Чарли пройдет лишь по касательной к Сент-Мари где службой по обеспечению населения на случай чрезвычайных обстоятельств объявлен красный уровень тревоги если вы проживаете в зоне риска звоните по телефону 45 22 22 повторяю Дак убрал звук надо же а он ведь и не собирался слушать метеосводку Сент-Мари находилась на западе Гваделупа примет на себя весь удар и защитит ее если повезет больших разрушений не будет не то что в том году когда его отцу свернуло шею как курица он был совершенно пьян и захотел выйти из дома за бутылью рома оставшейся где-то в саду лист рифленого железа снесло ветром который дул со скоростью 140 км в час голова отца срезанной летевшим по горизонтали листом покатилась под банановое дерево на глазах употрясенных соседей в то время как дом поднимался в воздух корабль на котором в то время ходил в море Даг крейсировал у берегов Гвианы о случившемся он узнал только спустя два дня когда смог наконец дозвониться до жандармерии он вздохнул неужели стоит мусолить подобные воспоминания таким тоскливым и хмурым днем он заметил разложенный на буфете пасьянс и решил немного расслабиться он давно уже понял что при разгадывании загадок впрочем так же как и в делах любви иногда полезно сделать небольшой перерыв это порой приводит к единственно правильному решению Луиза в недоумении повесила телефонную трубку дождь усилился и ветер хлестал по деревьям сгибая их во все стороны не самое удачное время для прогулки до сахарного завода сахарницы как его здесь называли с другой стороны священник словно сошел с ума она задумчиво покусывала ноготь большого пальца взвешивая все за и против за священник был стар одинок и смертельно напуган и он настаивал на том чтобы она немедленно пришла за письмами против циклон приближался и бывший сахарный завод место их встречи находился не в самом безопасном месте острова она подумала о том что хорошо бы предупредить брата или Франциско но тут же отбросила эту мысль вопросом не было бы конца Марселло был весьма недалек а Франциско болезненно ревнив если бы он узнал что она виделась с Леруа наедине но что могло случиться с этими старыми письмами с чего это вдруг священник решил будто это вопрос жизни и смерти и она немедленно должна явиться в сахарницу их забрать самое лучшее было бы отправиться за ними сейчас и совесть у нее была бы чиста тем более что мама утомленная печальными событиями последних дней отдыхала у себя в спальне Марселло отправился к родственникам и предупредил что вернется только вечером после сигнала отбоя ну что ж решение принято она схватила пустой конверт в котором пришел последний счет из электрической компании и наскоро нацарапала мама я пошла к священнику вернусь позже не беспокойся охваченная лихорадочным возбуждением она сняла халат натянула джинсы розовый свитер красные резиновые сапоги и такого же цвета непромокаемый плащ потом не колеблясь больше переступила порог дома дождь набросился на нее так яростно что чуть было не сбил с ног ветер завывал на одной долгой низкой и оглушительной ноте она согнувшись пополам стала продвигаться вперед пытаясь по возможности увернуться от порывов ветра бывший сахарный завод лежащий сейчас в развалинах был выстроен на краю так называемого старого квартала где когда-то селились рабы из заболочистой местности там теперь никто не жил только местная молодежь время от времени наведывалась по ночам в это заброшенное здание в поисках укрытия для своих любовных утех особо сильный шквал ветра швырнул ее об стену и она поняла что буря еще усилилась наверное Чарли изменил траекторию напрасно она не стала слушать последнюю метеосводку она осмотрелась улица была пустынна огромные волны разбивались о берег заливая старые понтонные мосты кокосовые пальмы опасно клонились к земле барка поднятая гребнем волны с грохотом разбилась о дамбу с чего ей взбрело в голову выходить из дому она с ума сошла возле самого ее лица пролетела вращаясь оторванная ветка дерева и упала на ветровое стекло автомобиля которая разлетелась в дребезжге внезапно ее охватил страх но было уже слишком поздно возвращаться сахарный завод уже недалеко там она и укроется действительно ли священнику грозит опасность а если этот Леруа совсем не тот за кого себя выдает ослепленная дождем который струился по лицу она ускорила шаг мокрый капюшон плаща приклеился к голове руки она засунула глубоко в карманы ноги с трудом преодолевали тридцатисантиметровую толщу воды которая потоком стремилась по улице Дак раздраженно отбросил пасьянс обычно он у него сходился хотя бы раз он бросил карты на деревянный поднос и заломил пальцы за окном струился дождь а ветер ревел как гудок гигантского теплохода заблудившегося в тумане он поднялся сделал несколько шагов по темной комнате вздохнул образ Луизы не шел у него из головы наверняка она спрашивает себя кто он такой очаровательная вспыхивающая как порох Луиза единственное существо за исключением отца Леже которому было известно что он украл в архиве папку с делом Дженнифер кому она рассказала об этом внезапно Даг почувствовал тревогу а что если из-за него она подвергается опасности ведь отца Леже кто-то ударил по голове ему нужно позвонить ей сказать что сказать чтобы остерегалась всех и вся никому не открывала дверь смешно да она просто расхохочется ему в лицо а если с ней что-нибудь случится он решил все-таки позвонить ей чтобы рассказать о нападении на отца Леже а дальше пусть сама решает воспринимать ли это всерьез он схватил старую телефонную книгу валявшуюся на полу рядом с креслом стал водить пальцем по алфавиту желтых страниц Родригес вот телефонный звонок долго раздавался в полной тишине то ли никого не было то ли линия оказалась повреждена Даг собирался уже повесить трубку когда отозвался сонный женский голос алло здравствуйте мадам могу я поговорить с Луизой минутку пожалуйста Луиза наступила тишина во время которой было слышно как женщина перебирает предметы на столе ой простите меня я только что нашла записку которую она оставила ее нет она в домике священника позвоните ей вечером после окончания тревоги в домике священника ну да у отца лежи Даг чувствовал что сердце вот-вот выскочит из груди она давно ушла не знаю я спала попрощавшись Даг в недоумении повесил трубку Луиза отправилась сюда несмотря на угрозу урагана но зачем что-то случилось почему она не позвонила и почему ее до сих пор нет он нервно вцепился рукой в волосы что-то здесь было не так непонятно сегодня никому не придет в голову выходить из дома без серьезной причины она чувствует какую-то опасность но в таком случае явиться сюда далеко не лучшая мысль Даг представил как она идет под дождем а за ней во мраке крадется молчаливая тень он застыл на месте аббат по-прежнему спал из-за притворенной двери не доносилась ни звука еще не успев осознать что отправляется ей навстречу он схватил свою старую бежевую куртку и распахнул дверь борясь с порывами ветра он закрыл за собой дверь и успел увидеть как от сквозняка бумаги отца лежа разлетелись по всей комнате тем хуже куртка оказалась совершенно ничтожным прикрытием от обрушившегося на город проливного дождя и в мгновение ока прилипла к его телу как мокрый сились хоть что-то разглядеть сквозь потоки которые закрыли город непроницаемой пеленой никого не было видно вообще-то Луизе следовало бы появиться справа борясь с ветром он попытался сделать несколько шагов в том направлении внезапно пронзительный звук сирены заставил его подскочить эй вы там Даг повернул голову на углу улицы остановился грузовичок комитета по чрезвычайным обстоятельствам и водитель закутанный в герметично облегающую накидку махал руками привлекая его внимание не надо оставаться там надо идти в мэрию прокричал служащий высунувшись из окна машины я жду человека он должен прийти со стороны подводного клуба проорал ему в ответ Даг это невозможно дорога перерезана ее залило море там никто не может пройти идите в укрытие через полчаса здесь будет настоящий ад грузовичок кряхтя сдвинулся с места и стал медленно удаляться по главной улице а прикрепленный на крыше громкоговоритель без конца передавал сигналы тревоги попеременно то по-французски то по-креольски внимание 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 всем временное убежище оборудовано в здании мэрии повторяю в мэрии если ваши дома недостаточно укреплены немедленно отправляйтесь в мэрию если вы лишены возможности перемещаться звоните по телефону 1522 повторяю 1522 с возрастающим беспокойством Даг смотрел как удаляется машина дорога по которой собиралась прийти Луиза отрезана дома Луизы нет где же она на краткий миг перед ним мелькнуло видение ее увлекает донной волной и несет по разбушевавшемуся морю нет Луиза отнюдь не глупа она не пошла бы по затопленному шоссе но тогда что он посмотрел в другую сторону налево может быть она сделала крюк в таком случае к церкви она могла прийти через старый квартал он стал пробираться между домишками по которым неистово хлистал дождь очередями барабаня по крышам должно быть жителей уже эвакуировали нигде не было видно ни души он не различал никакого шума только мычал запертый где-то буйвол было так темно что Даг с трудом различал предметы на расстоянии метра черные тучи спиралями ввинчивались в низкое небо порой сталкиваясь со взбесившимися автомобилями носимыми ураганом он услышал зловещий скрежет и обернулся какой-то домишко отрывался от земли и взмывал в воздух сначала крыша затем стены потом столы и стулья которые какое-то время метались по воздуху прежде чем ударившись о дерево различались в щепки Даг осознавал насколько серьезно положение только сумасшедший мог болтаться по улицам в такое время но Луиза где Луиза он продолжал двигаться вперед цепляясь как альпинист за стены хватаясь за выступающие камни чтобы порыв ветра не опрокинул его внимательно следя за летящими со всех сторон предметами когда он наконец вышел на дорогу ведущую к бывшему сахарному заводу то был так измотан словно ему пришлось пробежать целый километр может быть именно здесь Луиза нашла себе укрытие это вполне вероятно конечно она нашла себе укрытие в самом крепком доме невольно ему вспомнилась детская сказка про трех поросят хоть бы Луиза спряталась от волка потому что здесь на охоту вышел не какой-нибудь волк из детского мультфильма а настоящий хищник утоляющий голод страданиями которые он причинял своим жертвам Луиза бросила взгляд на большое мрачное строение и с облегчением вздохнула сахарный завод наконец-то она пыталась продвигаться как можно быстрее но это было очень сложно правое колено болело она сильно ударилась о дорожный знак когда пыталась увернуться от неуправляемого автомобиля который катил по улице ураган под проливным дождем она дохромала до красного кирпичного фасада что пустыми орбитами окон таращился на ураган шквалистый ветер яростно швыряло стены полусгнившие деревянные ворота болтающиеся на петлях она сделала еще несколько шагов и оказалась наконец внутри помещения там было темно и сыро но дождь почти не лил в верхних галереях завывал ветер и этот леденящий душу вой напоминал стон привидений Луизу охватила дрожь она только теперь осознала как продрогла местами сквозь прохудившуюся крышу водопады дождя хлистали на цементный пол леденящий что отец лежа, сейчас здесь. Никогда пожилой человек не рискнет отправиться из дома в такую погоду, если только он не обезумел от страха. Луиза. Она вздрогнула от неожиданности и обернулась, пытаясь разглядеть окликнувшего ее, но не увидела ничего, кроме старых поломанных машин, дремавших в пыльных саванах, подобно уснувшим динозаврам. — Луиза, быстрее! — голос казался жалобным. Это был стон боли. — Где вы? — спросила она негромко, и ее голос отразился от старых заплесневелых стен. — Покажите мне дорогу. — Наверх! Быстрее! Я потерял много крови! Луиза испуганно подняла голову наверх. — Куда это наверх? — Здесь был только один полуразвалившийся металлический мостик. Он шел вдоль стен и вел к внешнему коридору. — Налево! — у третьего окна прошептал голос. — Держитесь! — она поискала глазами, за что можно зацепиться, и, наконец, заметила железную лестницу, которая вела к самому мостику. Она подошла и осторожно попробовала ногой перекладину. Лестница, похоже, была довольно крепкой. Быстро, как только могла, она вскарабкалась по ней и оказалась на мостике метрах в пятнадцати над землей. Мостик, на первый взгляд, тоже казался прочным. Но в металлической решетке Луиза разглядела проеденные ржавчиной дыры. Идти по нему было опасно. Она вцепилась в перила и стала осторожно шаг за шагом продвигаться к третьему окну, которое выходило прямо на пелену дождя и плотных облаков. Снаружи было уже совсем темно. Луиза прикрыла глаза. Она дрожала от холода и напряжения. — Вы здесь, отец мой? — Прямо перед собой она услышала хрип, напоминающий журчание водосточного желоба. — Не двигайтесь, я иду. Справа от зияющего оконного отверстия ее глаза смогли различить какую-то темную массу, прислоненную к стене. — Как она сможет вытащить его отсюда? — Вижу, не хватит сил, чтобы нести его на себе. Одно неловкое движение, и старик, упав с такой высоты, разобьется насмерть. — Я иду. — Оставайтесь там, я иду. Она преодолела последние несколько метров и, в какой-то момент, почувствовав, как под ее весом внезапно качнулся мостик, испытала приступ панического страха. Она крепко вцепилась в перила, молясь о том, чтобы сгнивший металл не подвел. Но пока все шло хорошо, она все-таки добралась до места. Она опустилась на колени возле темной фигуры раненого и щурилась, пытаясь его разглядеть. Но ничего не было видно. — Что случилось? Куда вас ранили? — Подойдите ближе, — прошептал человек у стены. Луиза склонилась ниже и почувствовала на щеке его горячее дыхание. — Покажите, где ваша рана? — У тебя между ног, — ответила неясная фигура, коротко рассмеявшись. Луиза не успела понять, не ослышалась ли она, когда сильная рука вцепилась ей в промежность. Это было так неожиданно, что она даже не испугалась, только безмерно удивилась. Она не успела ей пикнуть, как почувствовала, что ее отрывают от земли и бросают в пустоту через зияющую амбразуру окна, между тем, как слащавый голос шептал ей вслед «Сдохни, ангел мой». Луиза инстинктивно стала брыкаться. Ее правая нога задела стену, оттуда отвалилось несколько пластов штукатурки. Она молотила по воздуху руками в безумной надежде обрести равновесие и зацепиться за пустую раму, но все тщетно. Она неумолимо падала спиной в окно. Она видела темную фигуру на мостике, натянутый на лицо черный шерстяной шлем, и перед тем, как исчезнуть из ее поля зрения, незнакомец успел, прикоснувшись губами к кончикам затянутых в перчатки пальцев, послать ей воздушный поцелуй. Она видела, как вращается небо, как облака завинчиваются в головокружительную спираль, чувствовала, как дождь заливает ей рот, открытый в безмолвном крике, и сознавала, что сейчас умрет. Она хотела завыть, но внезапно спина наткнулась на какое-то препятствие. Она ударилась так сильно, что у нее перехватило дыхание. Она застыла, забыв на мгновение и все, что предшествовало ее падению, сосредоточившись лишь на одном единственном ощущении, она больше не падала. Вспышка молнии зигзагообразно прочертила небо с какой-то яростью, прорезав его снизу доверху, чуть позже раздался оглушительный раскат грома. Луиза боялась пошевелиться. Она ощутила, что ее руки и ноги висят в пустоте, зато само туловище лежит на чем-то твердом. Она медленно, очень медленно опустила правую руку и ощупала препятствие. Твердая, плотная каменная поверхность. Она лежала на каком-то обломке цемента шириной с ее спину. Она попыталась зрительно представить себе сахарный завод, вспомнить, как он выглядит снаружи. Ну да, конечно, старый цементный водосток. Он спускается с третьего этажа вниз и доходит до резервуара. Он обвалился уже много лет назад, и от него остался лишь обломок длиной около двух метров, метров в двенадцати над землей. Луиза глубоко вздохнула, пытаясь справиться с охватившей ее паникой. Она была жива, и она больше не падала, уже хорошо. Но она совершенно не представляла себе, как спуститься. По правде сказать, Луиза даже не понимала, как сможет подняться, не потеряв равновесие. К тому же не была уверена, что при ударе не сломала спину. Кроме того, не хотелось, конечно, выглядеть профессиональной занудой, но не стоило забывать, что над ее головой бушевал циклон, который готов вот-вот перейти к решительным действиям и сдуть ее с ненадежного насеста. Нет-нет, не время хныкать. С невероятным грохотом одна за другой сверкнули несколько молний, и небо внезапно сделалось неподвижным. Ветер внезапно стих, облака сбились в густой слой черной ваты. Луиза поняла, что это лишь короткая передышка перед неминуемым разгулом стихии. Она попыталась выпрямиться, но верхнюю часть спины пронзила острейшая боль. Ой, нет-нет, не могла сдержать она стоны. Не шевелитесь. Кто-то обратился к ней. Она очень медленно повернула голову, но увидела лишь часть стены и вырванные с корнем дерева. Не двигайтесь, я иду. Она сама произносила эти слова минут десять назад. Неужели она сошла с ума? На какое-то короткое мгновение она почувствовала прилив безрассудной надежды? Ну да это же просто сон. Ей не мог сниться ни этот хлещущий по лицу дождь, ни это ощущение холода, который пронизывал ее с ног до головы. Луиза, держитесь! Нет, это не сон. Кто-то говорит с ней. Мужчина, за ней пришли.